Сегодня у нас с вами разговор идет о кожных покровах. Ну, кожные покровы, они, это ведь, конечно, исключительно важные. По сути дела, кожа это, собственно, важный орган, такой же, как и все остальные злогоорганизмы. Нужно сказать, что изначально нужно иметь в виду, что кожа и нервная система закладываются из одних и теоретов эмбриональных зачаток. Ну и, соответственно, этому, значит, функции в очень большой степени, функции нервной системы, в общем-то говоря, выполняют и кожа тоже. Вы знаете, что вся кожа будет сохранена нервными окончаниями, она выполняет функции, такую рецепторную функцию. И вообще кожа является таким барьером на пути, на границе живого организма и в окружении внешней среды. То есть кожа, в принципе, она выполняет функцию, прежде всего, защиты. Но защитная функция заключается в том, что она жмомеханически защищает организм от гражданин. Кроме этого, значит, еще кожа выполняет функции и в большой степени выполняет функции и первичного иммунитета. То есть вот все эти самые негативные кожные железы, которые пронизывают кожу и выделяющиеся секреты, они, в общем-то говоря, являются тоже барьером на пути, входящие, возможно, к каким-то инфекционным когенцам. В общем, этого кожа, поскольку кожа тоже всегда, кожа достаточно толстая, кожа имеет толстый слой подкожной клетчатки, она выполняет функции терморегуляции, заметные. Ну, кроме всего прочего, кожа еще сама по себе, она через кожу могут впитываться, все практически вещества, которые попадают на нее, с одной стороны, а с другой стороны, через кожу могут выделяться вещества, только так, что, по сути дела, кожа выполняет тоже не менее активную выделительную функцию, нежели мотивовыделительная система. Что, в общем-то говоря, конечно, кожа исключительно такой важный и серьезный орган, и мы, в общем-то, прекрасно знаем, что состояние животного всегда, оно отражается на состоянии кожных покровок, то есть у здоровой собаки кожа всегда блестящая, чистая, ее приятно потрогать, если собака заболевает, это тут же сказывается на коже. Кожа делается тусклой, кожа часто делается сальной, начинают волосы выпадать и так далее. То есть, по сути дела, любое изменение, оно моментально сказывается на коже. По сути дела, кожа является таким, можно сказать, зеркалом состояния организма. Но, в общем-то говоря, если говорить, поэтому на самом деле, конечно, о коже можно говорить много, ну, кожа, мы можем, собственно, сденить немножко функцией кожи и волосяной покров, который покрывает кожу. Волосяной покров, он тоже выполняет прилипцию защитную и термозащитную, терморегулирующую функцию. Но о волосях поговорим чуть попозже, а сейчас давайте просто поговорим все-таки непосредственно о строении кожи. Ну, в общем-то говоря, кожа состоит из трех основных слоев. Наружный слой – это слой эпидермиса, самый верхний защитный слой – следующий слой, который носит название собственной кожи, и, наконец, слой подкожная клетчатка. Подкожная клетчатка, она бывает, содержит обычно большое количество жира. Значит, ну, в принципе, мы можем рассмотреть, ну, вот внутри, собственно, кожи располагаются волосяные луковицы волос, здесь же располагаются разнообразные нервные окончания, рецепторы кожные, тут же располагаются кожные железы и так далее. Ну, если говорить о слоях кожи более подробно, то, значит, можно видеть вот, что слои кожи, они тоже на самом деле все неразномерные. То есть каждый слой, по сути дела, тоже состоит из целого ряда слоев, в которых происходит следующее. В этих слоях идет постоянное деление клеток, клетки из нижнего слоя продвигаются выше, они так как видоизменяются, и постепенно сдвигаются дальше, 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 и в конечном счете, значит, уже вот клетки, клетки, собственно, кожи тоже превращаются в клетки эпидермиса, и в конечном счете они, верхние самые клетки, они уплощаются, они оказываются дешевые ядра и всего, и в конечном счете случиваются с поверхности кожи. Ну, собственно, таким образом происходит замена кожи и, в общем-то говоря, в большей степени очистка кожных покровов от всяких неприятных вещей. И, в общем-то, мы знаем, что в случае каких-то, опять-таки, неприятных состояний, просто в случае заболеваний резко усиливается отделение перхоти. Иногда это происходит и просто в каких-то эмоциональных состояниях. Ну, в общем-то говоря, владельцы глухтажерских собак знают, как быстро какая-нибудь, может, такси или пойнтер покрыться перхоти, просто в состоянии возбуждения. Это все способствует такому резкому обхождению эпидермиса. Но, в принципе, вот в этом как раз в большей степени заключается такая защитная функция кожи. Но здесь, в общем-то, мы не будем с вами подробно рассматривать все эти самые слои кожи, потому что я просто обращаю ваше внимание, что из местных, собственно говоря, служил в том, что кожа, клетки закладываются, они в одном состоянии, позже они делаются более зрелыми и постепенно виды изменяются. Теперь, значит, еще, конечно, очень, ну, одной из самых важных функций кожи является то, что кожа является органом чувствительным. То есть вся кожа густо проникнула пронизанными рецепторами. Рецепторы кожные, они выполняют функции, ну, их можно назвать на нескольких категориях. Ну, прежде всего, это рецепторы, которые испытывают давление, это рецепторы, которые испытывают болевые рецепторы, рецепторы, которые, ну, отвечаю, которые испытывают тепло-холод и так далее. То есть их, на самом деле, кожа вся пронизана необыкновенно густо. И малейшее раздражение, которое наносится на кожу, оно тут же по пути или по рефлекторному пути, собственно, по пути рефлекторной дуги, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, моментально передается в центральную нервную систему, и, соответственно, дальше уже оттуда следует приказ, как поступить. При этом я хочу обратить вот ваше внимание на что. Тут существует такая вот у нас обратная связь. То есть, ну, допустим, в каком-то участке кожи возникает раздражение. Возникает раздражение, предположим, вот после укуса какого-то мусякового возникает раздражение и зуд в одной точке. Ну, после чего, значит, соответственно, если центральная нервная система снидует уже, так сказать, свой приказ, так сказать, на двигательный орган, это, наверное, отреагировать на зуд и это место чесать, и, соответственно, благодаря этому в результате это место расчесывается больше, соответственно, раздражение делается сильнее, снова возбуждение делается больше. Конечно, все эти возбуждения, которые может распространиться по коре головного мозга, могут захватывать какие-то и другие участки. Вот этот вот зуд может охватить все тело и способствовать вообще развитию общего, так сказать, возбуждения, и, в общем-то говоря, просто разных процессов уже дисфункции организма. То есть, по идее, вот этот вот сам по себе кожный зуд, он может явиться, может явиться, может провоцировать все эти неприятные изменения в организме. Поэтому, в общем-то, вот это показывает просто такую хорошую, сильную взаимосвязь этого. И мы знаем, что очень многие заболевания освобождаются кожным зудом, который, в общем-то, является неприятным, и который, конечно, нужно обязательно снимать. А развитие зуда, нестерпимого, оно ведет к выпадению волос, образованию раздражений. Дальше туда попадают инфекции, образуются разнообразные экземы, флегмоны и, в общем-то, маски и заболевания. Поэтому, в общем-то говоря, все эти кожные раздражения, которые возникают, иногда отказались от каких-то нелимных вещей, в общем-то, просто каких-то уколов или уколов какими-то растениями или укусами насекомыми, они, в общем-то говоря, могут быть вот такими столь неприятными. Значит, собственно, вот это вот одна из самых важных функций кожи, вот такая вот чувствительность. И, соответственно, тоже в ответ на любое раздражение кожи, то есть если на кожу попадает какое-то вещество, допустим, тоже, опять-таки, раздражение кожи, тоже оно вечно часто сопровождается зудом, но первоначальный смысл его удалить, а дальше уже могут быть неприятные сюжеты. Значит, теперь еще, если говорить о кожной чувствительности, то, ну, в принципе, у нас существует такое, ну, в общем-то говоря, в принципе, основным источником черта кожи являются волосяные луковицы волос. Все, поскольку у нас, так сказать, вся поверхность кожи, она просто попута шерстью, волосяные луковицы являются, собственно говоря, вот такими вот, можно сказать, нервными центрами. И даже на тех местах, которые лишены волос, все равно, так сказать, там, в общем-то говоря, например, на коже голых собак, у них все равно на коже существуют эти волосяные луковицы в зачаточном состоянии, и рецепторы у них кожи снабжены ровно в такой степени, как и кожа нормальных собак. Теперь, ну, вообще существуют у нас такие специальные органы, которые, так сказать, органы тактильной чувствительности, которые называются вибрисы. Ну, мы все знаем, что это такое, это, в общем-то, усы. Такие, хорошо, и эти жесткие волосы, которые располагаются на многих частях тела, но, прежде всего, заметнее всего, они бывают на морде. Но на самом-то деле вибрисы, по сути дела, это те же самые волосы. Те же самые волосы, волосяная луковица устроена, в общем-то, таким образом. Вот, только она обычно более массивная. Вот, волосяная луковица более массивная, к ней подходят, в ней обычно находятся еще такие полости, заполненные жидкостью, к ним подходит много корешков нервов. И, в общем-то говоря, таким образом, благодаря, поэтому малейшее прикосновение вибрисов, соприкосновение с окружающим миром, оно, так сказать, передает воздражение по волосам. И вот эта вот жидкость, которая волосы из луковицы, ее колебания тоже, в общем-то говоря, передаются, воздражения по нервам передаются дальше. Кроме этого, еще они выполняют, за счет вот этой жидкости, в какой-то степени они выполняют и функции органов равновесия. То есть, в общем, тоже так, своеобразный такой жидкостный уровень. Но, все, конечно, хорошо, но очень часто возникает вопрос, мы знаем, что у меня вибрисы располагаются на морде, у собак морды часто бреют. Да и вообще, если мы посмотрим на морды, например, собак, которые, как раз, кашурсные, то чаще всего вибрисы, собственно, вот эти вот на морде обычно оказываются обломанными или очень короткими. Ну, и, в общем-то говоря, действительно возникают часто вопросы со стороны зеленых, то есть относительно разрешения встреч морды и так далее. Но, в общем, на самом деле ничего страшного не происходит при этом, потому что, во-первых, вибрисы расположены по корпусу в самых разных местах. Вот здесь вот на этой картинке показана схема расположения основных вибрисов. Это мы видим вот это усыфа на морде, это вибрисы на щеках. Обычно мы видим в этих местах такие брадовчатые образования, заметные, это и вибрисы на брови, глазами, это и вибрисы на щеках, на морде. Ну, в общем, мы видим, что, в принципе, они равномерно располагаются по всему корпусу собаки. Ну, в данном случае голая собака, но, в общем-то говоря, они есть везде. Поэтому, если просто, так сказать, у нас выключаются вот эти вот чуть-чуть вибрисы на морде, ничего, собственно говоря, не происходит. Да и, кроме всего прочего, еще те же самые функции выполняют и просто волосяные луковицы всех основных волос. Поэтому, по сути дела, вообще, по большому счету, функции вибрисов не вполне выяснены. Экспериментов проведено было с животными самыми разными очень много, касающихся обрезки вибрисов. И с одной стороны, и с другой стороны, в общем-то получается, что животные все равно ориентируются при этом нормально. Ну, может быть, в каких-то самых крайних условиях. Но, в принципе, очень, на самом деле, не совсем понятно, зачем, в общем-то говоря, эти медвесы оказываются нужны. Потому что все равно компенсаторные функции кожного покрова и волос, они исключительно велики. Но, тем не менее, все-таки мы их рассматриваем как такой важный орган, как такой, в общем-то говоря, важный орган тактильной чувствительности. Но, вообще, тактильная чувствительность исключительно важная тоже, это самая важная функция. И кожа, и, в общем-то говоря, такого, по сути дела, мы можем отнести тактильную чувствительность к особой категории анализаторов, она выполняет исключительно важные функции вообще в жизни собаки. Очень большое значение имеет тактильная чувствительность, тактильные контакты для развивающихся, растущих детенышей, да и вообще в жизни, значит, что, во-первых, все время соприкасаются друг с другом, занимаются и индивидуальным, и взаимным, то, в общем, тактильные контакты, они играют огромную роль просто в общении и, в общем-то говоря, в некоторых и социальных демонстрациях тоже. И еще раз подчеркиваю, очень большое значение имеет тактильные контакты для развития вещенков, особенно в самом раннем возрасте. Но теперь следующий момент, это еще, значит, то, что в коже очень, находится очень много, вся кожа с нагружена разнообразными железами. Железами, вот, собственно говоря, вот, прежде всего, существует два типа, два типа желез, которые открываются, опять-таки, в волосе, в руковице волос, это железы, которые, секрет которых выделяется, железы, в общем-то говоря, двух типов, железы сальные, которые выделяют разные типа сала, и железы потовые. Ну, сальные железы имеют форму вот таких вот грозди, а потовые железы становятся вот такие вот улечки. Причем интересно, что, в общем-то говоря, пот, ну, мы знаем, что вообще принято считать, что собаки не потеют, что пот они не выделяют, но на самом деле пот у них выделяется все равно, но только, так сказать, он бывает разный. Пот бывает двух типов. Пот бывает жидкий. Ну, жидкий пот, тот пот, который выделяем мы с вами в основном, у собак жидкий пот выделяется в основном на подушечках лап. И они, мы знаем, что тоже, в общем-то, вот это способствует тому, что подушечки лап оставляют достаточно сильный запах. И, в общем-то, мы знаем то, что когда собака, например, волнуется, и тут подушечки лап делают сейчас сырые. И не только подушечки лап, а основание хвоста еще, и, в общем-то, говорят некоторые другие части. И второй тип потовых желез, который присутствует по всему корпусу собаки, это потовые железы, которые выделяют более густой пот, который, смешиваясь с секретом сальных желез, образует такую вот естественную волосину, естественную смазку кожи и волос. И функции этой смазки, они очень важны. То есть это защита, прежде всего защитная функция, защита от намокания и так далее. Ну и выделительная функция тоже велика, потому что тоже, когда что-то с организмом происходит, когда происходит, возникает какое-то заболевание, например, или интоксикация, то выделение поток делается более интенсивно. Ну точно так же, как мы с вами потеем во время болезни, то же самое происходит и с собаками. То есть происходит интенсивное выделение вот этих вот желез, и поэтому, собственно, кожа делается такой сальной и быстро пачкающейся. Но вот теперь, значит, возникает вопрос в связи с этим, поскольку смазка исключительно варна, и деляется она постоянно, но при этом, как-то так сказать, процесс, который выявляется тоже центральной нервной системой, то, в общем-то говоря, конечно, вот здесь вот стоит вопрос о современных средствах ухода за шерстью. Потому что, в общем-то говоря, ну, по-прежнему, если нам опираться на прежнее руководство, то было, в общем-то, не в прежнем руководстве мыть собак часто не рекомендовали. Мыть собак там буквально, ну, два-три раза в год. Ретом собака купается сама в каких-то водоемах, зимой можно почистить ее снегом, и, в общем-то говоря, что мыть собаку ни в чем, потому что при мытье нарушается волосяная, естественно, смазка волос, ну, и дальше потом на ее восстановление требуется какое-то время, а после того, как она смыта, собаку, видеть, оказывается мало защищенной. Но вот теперь, понимаете, получается такая, теперь возникает такая ситуация, что, ну, в общем-то говоря, в связи с развитием косметики, в связи с модой за длинные шерсти и так далее, у нас возникают уже, в общем-то говоря, по сути дела, новые технологии выращивания шерсти, новые технологии, ну, по сути дела, да, наращивание шерстного покрова, иначе это даже не зовет. Поэтому, поэтому, значит, живую собаку рекомендуют часто мыть, потом эту естественную смязку заменяют какими-то искусственными населенными маслами и бальзамами, естественно, что вот эти все искусственные бальзамные масла, они все равно на него положат функции естественные, поэтому шерсть снова пачкается быстрее, снова нуждается в немытье, и, в общем-то, мы сталкиваемся с таким неким замкнутым пробом. Поэтому, собственно, ну, правда, да, для тех собак, которых нужно, тем, где нужно отрастить длинную густую шерсть, шерсть становится мягче, часто шерсть пристает, обламываться так, как она обламывается в естественных условиях, ну, и, в общем-то говоря, ну, фактически, это такой действительно просто искусственный достаточно процесс. И все-таки я убеждена, что для собак с нормальным типом шерсти, с шерстью дикого типа, в общем-то говоря, вот это вот частое мытье постоянное, оно, в общем-то, на самом деле является видным. Хотя, в общем-то, современные технологии это советую проделывать как можно чаще. Ну, так сказать, это, в общем, конечно, немножко тут разный подход должен быть к собакам, просто живущим на улице и вообще собакам по-каличным пользователям и собакам, шоу-собакам. Сказать, значит, кроме вот этих вот кожных и сальев, кроме желез, сальдов и подовых, существует еще и целый ряд специальных желез на теле собаки. Желез очень много, ну, разные части тела, они оказываются по-разному снабжены железами. Ну, наиболее, так сказать, богатые, наиболее богатые железами места это конец морды, это область половых органов, это область тональной, анальной желез. Мы узнаем, что, очень говоря, обычно, когда при встрече, собаки очень активно обнюхивают именно вот эти вот органы. Вообще, кожные железы, они, кроме такой вот защитной функции защитной железы, они еще и выполняют очень важную роль с точки зрения такой маркировки индивидуального запаха. Потому что, в общем-то, говоря, моментально все выделения собаки, то есть выделения гормоны, феромоны, ну, какие-то, и какие-то другие биологически активные вещества, они моментально оказываются в составе желез. И поэтому, так сказать, секрет желез принимает дополнительное информативное значение. Ну, появляется, усиливается запах суки, пенеттечка, усиливается маркировочная активность. Ну, соответственно, этому еще, значит, кроме всего прочего, целый ряд желез, он способствует, в общем, иногда собаки специально наносят запах при помощи с этих желез на какие-то поверхности. Ну, это выглядит так, что, например, когда, после того, как, очень часто собака, после того, как она испражняется, она начинает расшаркиваться лапами по земле, то есть, таким образом, наставляется их запаховая, дополнительная запаховая метка вокруг того места, где она испражнялась. Это, по сути дела, просто мечение, это не стремление закопать, как иногда люди считают, а просто именно вот такое вот нанесение метки на поверхность. Иногда, в общем-то говоря, ну, бывает, что собаки иногда какими-то отдельными частями и трогаются от каких-то поверхностей, я имею в виду данные люди, не валяние на падали, это другая совершенно реакция, а именно вот какое-то тление отдельное, то есть, то-то там боковыми частями морды, иногда подбородками, иногда подбородками, то есть, таким образом наносится запах на какие-то выдающиеся предметы. А вот, что касается вот этой реакции, которая, которую я начала говорить, то есть, валяние на каких-то стремлений наносить на себя какой-то запах, в общем-то, только такая немножко странная реакция, которая, ну, в общем-то, она довольно хорошо изучена, называется, реакция, такую для нас есть исследователь, который очень много занимался охотовед, ученый, который очень много занимался запахом, Сергей Иванович, Сергей Корыцин, ему тоже надлежит целый ряд книг, он очень занимался много обоняния, обонянием разных зверей, ну, он дерется, тергоновый, реакция трения об земле, но смысл, в общем, не совсем полезен, потому что мы прекрасно знаем, собаки любят валяться на разных похудших предметах, это может быть падали, это могут быть эксклюменты, представители других видов, это могут быть просто какие-то вдруг похудшие вещества, что-то, иногда какие-то просто мет, которые имеют просто резкий запах, но это, в общем-то, типично не только для собак, но и для других животных, они, сомна, для склятия кожи, или, скажем, или, например, для волков типично то, что волки, например, вообще неравнодушны со всяким резким парфюмерным гаммом, если, например, к волкам варьере просто подходит человек перед этим голым шампунем, или вынувшие руки душистым мылом, в руки приходят в состояние возбуждения и стараются все потереться или об руки, а то и об голову. То, что и стараются стараются нанести на себя вот этот вот парфюмерный запах, ну, в общем, на эту тему тоже в общем ряд исследований есть, но, собственно, с чем это связано и зачем это делается животным и без этого понятно. Тут теории выдвигаются разные, выдвигается теория такая, например, что собака валяется на опаде с тем, чтобы донести запах этой падали для другим членам группы. Поскольку запах и падальщик, но, собственно говоря, на самом-то деле падаль, в нашем представлении падаль, который пытаются животные падальщики в природе, это вещи разные, вообще-то говоря, потому что падаль, который пытаются животные в природе, это, по сути дела, еще то, что продукт не успевают остатки добычи каких-то более крупных хищников, в общем-то, и редко, что в природе успевает протопнуть, так вот, вот, только в нашем представлении это, да. Ну, или, так сказать, еще такой, есть такая точка зрения, что если собака валяется, например, на опаде, хищник валяется на помете каких-нибудь копытных животных или других животных, которые могут кидаться потенциальными жертвами, то это маскировка своего запаха, дабы стать незаметной для возможной жертвы. в общем, вот все эти объяснения, которые есть, попробуем, говоря, но они в те, в общем, что называется, притянуты за уши. Так что, по сути дела, вот это вот стремление, которое существует у животных, нанесение запаха, это вещь, конечно, какая-то такая не совсем непонятная. Да и, в общем-то говоря, конечно, в том, что возникают иногда пристрастия к каким-то таким резко пахнущим веществам. Чему-то еще здесь, в общем-то, наверное, можно говорить о каких-то элементах такой вот просто животных, даже наркомании. Наверное. Ну, в общем, это такая вещь не совсем понятная. Вот. Но это вот сочетается со стремлением нанести запах, свой запах на разные предметы и просто нанести на себе еще вот этот вот запах, пюре. Ну, кроме этого, значит, еще есть такие железы, ну, во-первых, очень мы знаем, что очень оказывается много желез в районе анального отверстия. Ну, тут, собственно, железы расположены и просто вокруг всего самого анального отверстия, и около, и, собственно говоря, около уже и самой нижней части прямой кишки. и, в общем-то, здесь такие, мы знаем, что есть у собак такие образования, которые иногда доставляют неприятности этого, параанальные сумки, так называемые. То есть, это такие мешочки, в которые открывается много разных желез, секрет, которые смешиваются. И вот с функцией вот этих параанальных сумок, секрет этих желез, в принципе, считается, что это смысл этого передания каловым массам индивидуального запаха, ну, и таким образом, в общем-то говоря, способствует определенному мечену территории. Потому что считается, что, в общем-то говоря, испражнение, это тоже не просто так биологический процесс, но и своеобразное мечение, то есть оставление своего индивидуального запаха который информативен для других железа. в общем-то говоря, получается, довольно часто, вы знаете, что в этих параанальных сумках довольно часто происходит излишнее скопление секрета. Если собака сидит дома, если она очень не имеет возможности достаточно... Одно дело, когда собака бегает на улице, испорожняется, имеет возможность испорожняться чаще, чем собака, сидящая дома, ну, в общем-то, говоря, или несет недостаточно подходящий форм, например, который тоже каловые массы слишком обильные, когда наоборот происходит слишком часто скопление скопление наоборот, они оказываются недостаточно твердые. Ну, в общем, все это способствует тому, что секрет скапливается, и там возникает воспаление. Воспаление оказывается часто достаточно неприятным, потому что они, в общем-то, скопливаются, скопливаются, они сказываются, кстати, воспаление анальных сумок очень часто, они сказываются на состоянии шерстного покрова. И, между прочим, у щенков очень неприятная вещь, иногда, если у щенков оказывается нарушена проходимость вот этих анальных сумок, то есть, то у щенки тоже часто открываются перпицкой, иногда хуже растут, иногда при этом сопровождается ее спалением ушей, например, належившимися глазами и так далее. То есть, в принципе, щенок такой нуждается в такой обработке. Вот, так что это вот такая вот специальная зона, снабженная большим количеством желез. Ну и есть еще одна такая не совсем понятная железа, которая называется, которая расположена она в верхней нижней третьей хвоста, ну здесь она слишком низкого тела, жена обычно она повыше, так называемая фиалковая железа. Фиалковая она называется просто потому, что она имеет форму, вот такой вот, цветочка, но вовсе не потому, что она пахнет фиалками. Вот, но вот эта вот железа, она довольно крупная, она занимает достаточно, так, ну по сути дела часто, чуть ли они кусок вот, ну на всей поверхности хвоста, ну примерно, примерно такой размер, примерно такой, как здесь, но только обычно это повыше. И в общем-то она оказывается заметной, часто так, если у собак, которых стригут, и вообще у собак будет кошер, что довольно часто бывает заметно, что при каком-то возбуждении, причем-то вот это место становится у собаки прямо кроватым. Иногда это, иногда в этом месте возникают какие-то раздражения, да и вообще на самом деле шерсть растет в этом месте немножко другая. Особенно это видно у собак с нормальным, с диким типом шерсти, ну например, у лаек, там бывает видно, что у вас вместе а тут просто кучок более жесткой шерсти. То же самое видно и у диких зверей, у литиз, у волков, в этом месте очень отчетливо виден этот кучок. Смысл этой самой фиалковой железы вообще не совсем понятен, но очень часто оказывается, что звери, когда они спят, свернувшись клубочкой, то нос утыкается как раз в области для себя фиалковой железы, ну из чего, например, тот же Коритин, о котором я уже говорила, он выдвигает такую гипотезу, что может быть секрет фиалковой железы вот в процессе того, когда у него животное утыкается носом, может быть оно способствует какой-то степени усиления обонения. Ну не знаю, это опять-таки вот точка зрения Сергея Коритина. Ну в общем-то вот эта вот железа, она имеет вот такое вот прикольное строение, это снимок, мокроскопия, снимок под микроскоп в пиалковой железе волка. Сейчас у вас. Ну и перед изменением же тоже кожных желез относится и молочная железа. Молочная железа, тоже в которой присутствуют у всех собак, ну они вот такие вот гипертрофированные, вот эти альвеолы молочные и молоко это собственно говоря тоже является по сути дела секретом опять-таки нескольких измененных желез. Но в общем и целом железы оказываются очень важными с точки зрения нормального нормального вот этого и смазки кроме всего железа выполняют функции и в общем-то говорят защитные в том плане сейчас-то в них оказываются они они осуществляют некие иммунные функции и помогают подавить какую-то инфекцию который попадает снаружи ну в общем относиться к ним нужно достаточно денежно теперь значит еще ну в общем конечно поскольку такие иногда в каких-то иногда в некоторых случаях они могут воспаляться как-то вот на поверхности тела иногда воспаление возникает в области именно желез тогда они нуждаются в дополнительной обработке но вообще надо сказать что кожа на разных частях тела она у собаки имеет и разную толщину и немножко разное строение ну мы знаем что кожа оказывается гораздо более толстая на загривке на спине в тех зонах которые часто подвергаются могут подвергаться по вкусам со стороны других животных более тонкая кожа на животе более тонкая кожа на конечностях ну у разных пород тоже кожа бывает более толстая более тонкая разная так как разная величина оказывается обычно толщина кожи определяется все-таки слоем подкожной клетчатки в большей степени вот слоем подкожной клетчатки бывает достаточно разный Теперь еще можно сказать, что кроме того, что просто разные, то есть имя кожа может быть у собак разных пород и разных пород, и просто на корпусе событий, но есть еще и некоторые места, в которых кожа вообще имеет немножко другое строение, чем во всех других. Это вот, например, такие образования, как мякиши пальцы. У меня мякиши пальцы были подушечки. Ну, мы все знаем, что вот эти вот подушечки, они состоят, они выполняют опорные функции, поэтому кожа в этом месте такая достаточно жесткая, прочная, с очень толстым слоем эпидермиса. И, кроме всего прочего, она активно пронизана и железами, и вот это именно то место, где выделяется зыбкий пот, поэтому, так сказать, следы оставляют запах. Ну, это вот, собственно, к кожным образованием относится и такая вещь, как когти собаки. Они тоже, это тоже образование эпидермиса, ну, собственно говоря, тоже функция когтей. И у собаки, понятно, что, прежде всего, защита подушечек лап, в общем-то, в норме когти соприкасаются с земной и стираются верхний слой, если лапа, так как нормальная. А вот такое расположение, когда когти перерастают и перестают, и дальше делают слишком толстым, это лучше способствует тому, что подушечки могут травмироваться больше. Ну, когти собаки, вы знаете, что, в принципе, нуждаются в специальном уходе, потому что не всегда достаточно хорошо стачиваются, поэтому приходится и периодически подрезать, подрезать, подстачивать и так далее. Ну, и, в общем-то говоря, конечно, теперь уже, когда мы рассмотрели, ну, да, еще специальная кожа, специальное строение кожи оказывается на мочке носа. Мочка носа тоже такой очень активный орган, но там достаточно быстро заменяются слои эпителия. Вот, собственно говоря, вот этот вот слой эпидермисноса, вы знаете, что, он такой неровный, и, в общем, он оказывает вот эта поверхность, поверхность носа, она, собственно говоря, способствует, ну, она еще не является органом обоняния, сама по себе, но она способствует тому, что вот эта мокрая дочка. Ну, нос, она помогает улавливать направление запаха, который, при помощи которого, значит, собака, дальше сначала мокрая, мочка носа помогает уловить направление запаха, потом собака начинает активно примухиваться, поворачивается в сторону источника запаха, ну, а дальше уже запах попадает, уже, собственно говоря, в нос, и происходит его образование, как-то симпатичное. Ну, так что это еще не такая, еще не функция обоняния, но уже подготовка к этому. То же самое, что немножко специально, немножко особо строение не имеет кожа. Кожа и ушных раковин, кожа ушных раковин, кожа... Ну, слизистая оболочка, более тонкая кожа, более тонкая, более нежная кожа оказывается в области мошонки, например. Ну, и, в общем-то говоря, вот это такая, и все, и все вот в разных таких частях тела кожа имеет немножко... Строение кожи немножко отличается по толщине, по толщине разных слоев, по насыщенности железами и так далее. Но в целом, но в целом, все равно, значение тоже распаха, оно, собственно говоря, одно. И, в общем, в основном, все-таки эта функция защитная. Теперь, значит, еще, если уже, если уже, так сказать, переходить от кожи к волосам, то это, так сказать, уже следующая важная составляющая часть кожных покровов, это, на ровно покровов собаки, это, собственно, волосы. Ну, собственно, волосы, вот, если мы рассмотрим с вами кусок, непосредственно кусок кожи и волосы, то здесь мы видим, что волосы растут из слоя, собственно говоря, вот, из нежного слоя, собственно, кожи, границы с подкожной клетчаткой. Волосы устроены таким образом, значит, вот волосяная луковица есть, волосяная луковица, в которой располагается такой зачаток, зачаток волосы, в котором, вдалеке деление, интенсивное деление клеток, происходит, значит, закладка нового волоса. Новая волоса растет постепенно и вытолкивает луковицы старые волосы. К волосыной луковице подходят много, подходят к выносным сосудам, подходят нервы, ну, собственно, говоря, сам, вот, это вот волосяная луковица, собственно, сама зона волосяной сосудчик, но волосяная луковица – это вот эта вот часть, в которой располагается растущий волос. И волосы интенсивно питаются и во время роста, и, ну, мы будем говорить, И в процессе тоже, когда он вырастает, все равно он какое-то питание какое-нибудь. Пока он еще прикреплен к сыну утренцу, он получает питание. Потом постепенно, значит, по мере того, как начинает расти следующий волос, волос, ну, как бы, так сказать, отрывается от основания, провозимого газочка, и он начинает потихоньку двигаться, потихоньку двигаться наружу, а так, что волос вырастающий снизу, ему выталкивает, конечно, все, что волос выпадает. То есть, происходит в процесс линьки. Ну, в общем-то говоря, продолжительность жизни волос, она бывает достаточно разной. В общем-то говоря, в основном, продолжительность жизни не очень велика, и линька тоже может быть разной здесь. Могут происходить вот такие вот периодические замены волос, а иногда часто они могут... То есть, ну, цикл, в принципе, поступков волос разный, то они часто выпадение отдельных волос, оно никак не сказывается на состояние общего жёрстного покрова, но в определенной ситуации возникает уже такая массовая смена покрова. Вы, значит, если говорить о... Вот ещё, что вот сюда, вот видите, вот такая мышца, которая подходит к волосам. Мышцы, эти подходит к волосам, они способствуют тому, что волосы могут приподниматься, могут опускаться. В общем-то говоря, когда собаки, например, встречаются друг с другом, особенно волосы сопровождаются каким-то состоянием, могли, если волосы могут вставать, волосы могут приподниматься, иногда в каких-то ситуациях волосы просто приподнимаются в состоянии просто какого-то возбурдения, волосы встают дыбом, и это часто сопровождается ещё и очень интенсивным отделением педальницы, то есть вот это вот вставание дыба волос, часто сопровождается ещё и появлением педальницы. Ну и, собственно говоря, в других ситуациях волосы, наоборот, прижимаются к телу, и ничего, что потом делается более плоским. Но вообще волосы бывают разных типов, нас и, в принципе, мы можем выделять, ну вот ещё тут картинка тоже состояния волоса, здесь лучше видно волосяной сосочек, приносные сосуды, ну, подходящие, и мышцы, поднимающие волосы. Но вообще волосы у собаки бывало, существует нескольких типов. Ну, волосы при импонии отличаются по толщине и по строению. Вообще в волосе мы можем выделить несколько слоёв, которые важны. Первый слой – это сердцевина. Снаружи сердцевина, значит, сердцевина, в которой происходит, ну, которая сначала бывает, когда туда входит переносный сосуд сначала, потом постепенно, потом постепенно она делает с кусой, но она обычно бывает достаточно густо заполнена зёрнами пигмента. Теперь, значит, второй слой волос – это покровный слой волоса, который защищает сердцевину. Ну и, наконец, снаружи волос покрыт третьим слоем, так называемой кутикулой. Кутикула – это, ну, значит, вот здесь хораживание на сердцевина, вот здесь покровный слой. И третий, и верхний слой – кутикула, защитный слой, который может в случае, при контакте с окружающей средой, он может как-то случиваться. Кутикула бывает немножко разная, ну, собственно говоря, от толщины вот этих вот слоёв зависит от толщины волос. И поэтому мы выделяем волосы остевые, волосы уховые, причём остевых волос в несколько порядков. Мы знаем, что волосы у собаки очень имеют разную жёсткость. Например, самые жёсткие, жёсткие остевые уже, которые их называют покровными волосами на спине, которые плоско лежат и защищают основные другие волосы. Потом покровные волосы тоже разных типов. И, наконец, подшёрсток. Подшёрсток – самые тонкие волосы, довольно точно обильные. Ну, и волосы подшёрстки тоже могут быть, в основном говоря, разную толщину. Толщина волос обычно зависит от величины коркового слоя, но, собственно говоря, что касается, например, волос подшёрстка, то они отчасти будут лишены и сердцевины тоже. Ну, в общем-то говоря, всё это достаточно тонко. Вот это разные формы троющего слоя волоса или кутикулы. Кутикула состоит из таких отдельных чешуек, плотно прилегающих к себе, и она может быть, может она иметь, может она иметь такую черепицеобразную форму, может она быть более рыхлой, может она быть. И причём слой, вот такие кутикулярный слой, он бывает, обычно у свежевыросших волос он бывает более плотным, они у чешуйки кутикулы плотно прилегают, потом постепенно они становятся более рыхлыми и лучше будут в конце. Ну, и, в общем-то говоря, в большей степени от состояния вот этого кутикулярного слоя зависит и яркость волос. Ну, мы все знаем, что волосы свежевыросшие, они бывают более яркими, а потом уже по мере приближения линки волосы часто делаются такими более тусклыми и, в общем-то, происходит за счёт сущего. И, собственно говоря, ещё один эффект. Мы тоже знаем, что часто, когда у нас собака, когда собака нам выпупается, когда собака делается мокрой, она тоже имеет часто более яркую окраску, чем когда она сухая. И это связано тоже, собственно говоря, с кутиками. Когда у собаки, значит, когда пространство между чешуйками заполняются водой, то, соответственно, волос выглядит ярким. Ну, в общем, создаётся такой эффект мокрых камушков. Когда это всё высыхает, то волос как раз становится не столь ярким. Ну, вот тут тоже картинка разных типов волос, просто по относительной толщине. Вот, видите, по относительной толщине слоёв. Ну, вот уже часто, вот мы зовут, мёртвые волосы, сердцевина уже часто действительно бывает мало заполненной чем-то. И, ну, в общем, она заполнена бывает там какими-то разрушенными зёрнами пигмента и так далее. Ну, к тому моменту, когда пора выпадать. Вот. Волосы растут пучками. Волосы растут, допустим, пучками. Причём эти самые пучки, они располагаются близко друг к другу, но в середине пучка обычно располагаются остевые поклонные волосы и с боков располагается много достаточно волос подшёрстного. Это вот такое вот нормальное расположение волос. И вот это вот, такой характер шёрстного поклова типичен для животных, ну, с таким, скажем, диким типом шерсти. Ну, например, те же самые лайки, овчарки, ну, и волки, лисицы, шатан, и всё ещё. То есть, в принципе, вот в каждом пучке присутствуют как волосы покровные, так и волосы подшёрстного. При этом соотношение их может быть разным. Соотношение, количество относительно волос может быть разным. Ну, вы знаете, что зимой, например, зимой, зимой, шерсть становится богаче подшёрстным, больше подшёрстного, поэтому подшёрстное бывает, здесь соотношение может меняться. А от другой стороны, вот, летом обычно подшёрсты так нападают, и волосы становятся более редкими, и касается этого, что, так говоря, в основном подшёрстка. Но, с другой стороны, смена стран волос происходит. Теперь, относительно линьки, тут мы можем говорить о том, что линьки существуют в нескольких разных типах. Ну, по идее, вот, у животных, прежде всего, линька, это явление сезонное. Как раз у животных живущих, у собак живущих на воле, воле, это заметно очень. Действительно, первым делом, выпадает подшёрсток. Обычно это происходит весной, то же самое происходит и с декими дверями. Если, например, если нам удастся весной, в начале лета увидеть, в лесу висит все львов, то у них чаще всего этот поток врезает просто плочками. То же самое с красотком, можно наблюдать. Сначала выпадает подшёрсток, и действительно зверь становится таким, в общем, поджаром. Часто, в общем-то говоря, таким, мне кажется, более, собака кажется, более худой. Ну, и, в общем-то, говорили, конечно, с точки зрения, например, выставок, то часто собаки живущие, лайки живущие на улице, когда на весенних, весенних и ранних летних выводках, они, выставках, они выглядят, в общем-то говоря, не очень хорошо, потому что, в общем-то говоря, в хозяинах достаточно добросовестных вычёсовывают, и, в общем, обычно собаки городские в это время ещё выглядят несколько лучше, потому что такой подшёрстки нет, поэтому такая вот рослинка не очень бывает видна. И теперь позже, в конце, обычно ближе к концу лета, начинает массово выпадать остевая шерсть, и заменяется, постепенно заменяется, постепенно остевая шерсть заменяется на новую, и потом начинает более интенсивно расти подшёрсток. Это происходит обычно в начале осени и летом. Ну, в общем, понятно, что, причём интересно, если мы, так сказать, сопоставим то, что происходит в природных условиях, то мы видим, что обычно мы, если посмотреть на, если, так сказать, появится связь смены шерстного покрова с питанием животного, то, в общем-то, мы видим обычно, что у нас зверя, я бы говорю о диких зверях, зимой обычно питание достаточно скудное, зимой питание достаточно скудное, в общем, к моменту начала тоже гона, а гон и хищников происходит обычно где-то в феврале-марте, в этом время тоже питание питается достаточно мало, и, в общем-то говоря, когда сливка начинается часто именно вот на этом фоне. А рост шерсти, который уже, собственно говоря, начинается, рост молодой жерсти начинается в середине лета очень активно, когда-то уже формовая база зверей гораздо лучше, шире, к этому моменту уже обычно заканчивается на камерном демородняка, и вот это всё способствует нарастанию коротких шерстов. Поэтому, собственно говоря, конечно, мы видим, потому что тоже у наших собак очень часто всякие нарушения, связанные с шерстным покровом, то, что вот называются всякими нарушениями обмена и так далее, то есть когда шерст недостаточно интенсивно растёт, очень часто приходится на периоды естественной линги. Ну, теперь кроме сезонной линги существует линька ещё и ремонально зависима. Это касается знамо усанов. И, в общем-то говоря, мы знаем, что многие суки интенсивно начинают линять в процессе выкармливания щенков, иногда у вас шерсть сбрасывается, и очень часто после щенков вырастает и линька просто-часто другая. Причём, иногда это происходит у каких-то, сколько-то происходит очень интенсивно и в каждую, буквально после каждой вязки, у каких-то, сколько-то происходит иногда только после первой, допустим, вязки, а у них трезуки, в общем-то говоря, и достаточно легко переносит процесс, и мы такой явной смены шерсти, явного выпадения шерсти не наблюдаем. То есть это связано с какими-то такими сложными германными процессами. Но вообще на смену шерстного покрова очень-то рано гормоны оказывают очень большое влияние. Ну, известно, например, что, скажем, всякие нарушения, связанные с деятельностью щитовидной железы, вызывают часто такое или видоизменение шерстного покрова, что шерсть становится более мягкой, более пузлявой, нарушается рост остеевых волос, или шерсть начинает просто выпадать. Ну, собственно, существует такая, например, у нас пытались экспериментально проводить такие эксперименты на куры, что курицу интенсивно покормить гормоны щитовидной железы, после чего курица сбрасывает опеление, и вот, собственно, щипать ее не нужно в этой ситуации. Но, в общем-то, говоря так, что если собака начинает очень интенсивно ренеть, то это призывок тяжелых замановлений в каких-то процессах. после кастракции очень заметно происходит, очень даже заметно меняется шерсть, становится, то есть, что пухлявый, более обильный, но уничтоженный с явным недостатком остевой шерсти. Ну, кроме всего прочего, мы знаем тоже, что шерсть меняется достаточно заметно и с возрастом. У щенков, обычно щенки, рождаются по кругу и таким щенячим пухом, то, что мы называем. Этот щенячий пух, который, он достаточно страшный защищает щенка, был достаточно плотный обычно, а потом, значит, постепенно, ну, видимо, что уже вот, уже к моменту, там, к моменту, когда щенки открывают глаза, начинают активно двигаться, уже вырастает так же первая щенячая шерсть, а потом вырастает дальше, потом постепенно, опять-таки, у разных пород с разным типом шерсти, в общем-то говоря, этот шерстный покров устанавливается постепенно. То есть, вот это вот зависимость мы видим в разных породах по-разному. вообще, конечно, если говорить о разных типах шерстного покрова, то тут, конечно, мы можем очень, в общем-то, у собак есть много разных типов шерстного покрова. Все, кто-то знает. Типы шерстного покрова собак, они зависят от таких параметров. Ну, во-первых, значатся отношения подшерстка и костевых волос. Мы можем говорить о наличии этих собак с диким типом шерсти, у которых существует хорошо выраженная вот эта вот двуяродность мека, где присутствуют хорошо выраженные покровные волосы, костевые, покровные волосы разных типов и хорошо выраженные подшерсти. Ну, это, в общем-то, говоря, собаки и незаботительные это прежде всего лейки. Теперь, значит, опять-таки, длина вот этой шерсти. Может, длина шерсти дикого типа, она тоже может быть разной. Шерсть может быть длинного типа. Шерсть дикого типа может быть достаточно короткой, а шерсть дикого типа, но достаточно длинной. Причем, ну, в общем-то, говоря, и, соответственно, длинным оказывается и подшерсток, длинный оказывается и шерсть. Причем большое количество подшерсток может быть сосредоточным при короткой шерсти. Ну вот если так говорить, то значит такой обычный тип, дикий тип, среднего и средней длинной, это у нас будут вот наши лайки, ну, каски, допустим, а у меня шерсть дикого типа будет, например, у самолетов, у шпицов и так далее. Ну и наконец может быть ситуация, когда шерсть дикого типа укорозлена. Это мы видим довольно часто у таких подшерстных собак, которые часто нам кажутся вообще подшерстными или подшерстными, а на самом деле, если их рассмотреть поближе, оказывается, что у них, собственно говоря, вполне нормальная шерсть дикого типа с подшерстками, с выраженным мастевым голосом, но она просто более короткая. Это будут у нас собаки типа, например, мопсов, стопотшертерьеров и так далее. То есть, лучше-то говоря, таких вариантов довольно много. Теперь можно говорить о том, что, давайте, шерсть может быть наконец совсем гладкой. Совсем гладкой. Гладкая шерсть, при гладкой шерсти часто уже оказывается, или при гладкой шерсти часто уже оказывается, что уже остевая шерсть выражена достаточно, подшерстных практически нет. Остевая шерсть тоже имеет, ну где-то она, на каких-то частях тела она оказывается чуть более жесткой, чуть в других местах она оказывается более мягкой и меньше выраженной, но вот такие вот, например, гладкошерстные породы. Это таксы, например, это доберманы, это поинтер, наверное, такой. Но здесь, причем довольно часто, в общем-то говоря, бывает все-таки вот провести грань между такими собаками совсем гладкошерстными собаками с очень гладкошерстными шерстью с выраженным подшерстками бывает не всегда легко. Тем более, что все-таки еще существует такое понятие, что часто гладкошерстные собаки, если они живут голодный год на холоде, они все-таки тоже имеют тенденцию обрастать каким-то все-таки небольшим, но подшерстным. Так что здесь такой очень четкой гранью все-таки провести довольно трудно. Ну, только, наверное, и, конечно, здесь зависимость еще относительно шерстного покрова есть очень отчетливо, отчетливо связанная и с условиями жизни собаки. То есть собаки, вообще животные, обитающие на севере, они всегда имеют более выраженные подшерстки, то есть все-таки относительно более длинную шерсть, чем собаки, живущие в южном городе. Ну, собственно говоря, собаки одни по тем же породам, но если вот эту самую географическую зависимость длиннее шерсти. Хорошо это видно, прежде всего, на собаках с диким типом шерсти. Ну, теперь могут быть собаки, у которых практически шерсть может быть... Теперь шерсть может отличаться по длине, по характеру, по структуре. То есть мы говорим о том, что шерсть дикого типа двуярусная шерсть. И с другой стороны, может шерсть быть просто равномерная, когда начинается сильный рост волос, начинается сильный рост волос остевых, подшерстка, оказывается, часто довольно мало, и шерсть, опять же, начинает она... она становится менее упругой, начинает часто уже такой... прям, опять, характер такой шелковистый лежащий шерсть. И тоже такие собаки могут быть с большим количеством подшерстка, могут быть с меньшим количеством подшерстка. Ну, давайте-ка я вот себе свою подшерстку посмотрю. Будет надежно. Значит, вот и так. Ну, вот это вот первый вариант, это собаки будут кашетствами. Да, все. Левретки тоже собаки будут кашетствами. То есть там подшерстки нет? Ну, практически нет. Практически нет, я не знаю, но все-таки, поскольку левретки имеют вообще южное происхождение, достаточно, то есть, собственно говоря, там и подшерстки нет, может быть. А вот это вот, пожалуйста, моксик. Это собака короткошерстная, но с хорошо выраженным подшерстком, с хорошо выраженной остевой шерстью. То же самое в темпе Барбанке тоже мы видим, что хорошо выражена вот эта вот двуярстность шерсти. Конечно, шерсть более короткая, чем у других собак, ну, чем не видим. Так, шерпиев я пропускаю. Здесь, ну, вот это вот шерпиев, у шерпиев, ну, это вот как раз к вопросу о коже. К вопросу о коже, потому что кожа может быть лучше, более, так сказать, натянутая, кожа может быть иногда более свободно висящая. Ну, мы знаем же, такие собаки с лишним смыслой, подкожной перчаткой и такими сладчаткой кожей, это собаки, ну, это шерпиев, блокхаунт, например. Ну, в общем, здесь интересно, существует зависимость, что тут работает, ну, тут вот эта вот... Ну, вот такая ситуация с такой шерстью, она связана с тем, что гормон роста, он прекращает рост самого скелета, ну, а кожный по кругу начинает расти какое-то время, то есть оказывается, что скорая как бы велика результате для собак, поэтому она имеет вот такой вот складочный характер. Ну, это вот, пожалуйста, вам шерсть дикого типа, земли волк, это вот длинношерстная собака с маловыраженным подшерстком, это тоже длинношерстная собака с маловыраженным подшерстком, это длинношерстная собака с очень обидным подшерстком, это кинез. Ну, это тоже самое длинношерстная собака с шерстком дикого типа, фактически, и с удлинённым, неудлинённым... Но, обратите внимание, что в данном случае шерсть удлинённая, но всё-таки она вовсе не имеет такую вот длину, как у, например, в Эммаранера, которого мы смотрели. Видите, шерсть всё-таки она не имеет такой длины, просто несколько удлинённая. Ну, это вот тоже удлинённая шерсть дикого, удлинённая шерсть практически без... Вернее, не то, чтобы она была без подшерстка, а просто остевые волосы и подшерсток имеют примерно равную, примерно одинаковую структуру. То же самое вот мальтез. Здесь вот колли. Это вот такая вот удлинённая шерсть. Теперь на них ещё один момент. Значит, вот обратите внимание сейчас на вот этот тип образности. Видите, вот этот самый Бердет-Колли, у которого равномерная облосость по всему телу. Такое явление называется брудастость. И сравним, вот эту самую сравним, ну, даже, наверное, не с этим, но вот с этим. Сравним с диким типом образности. Всё-таки у собак дикого типа образности, даже перед длинными шерстами, всё-таки видим всегда практически голую морду, с короткой шерстной ногой, и всё-таки короткая шерсть на конечностях. В данном случае есть некоторые украшающие волосы на передних ногах, нет, есть некий украшающий волос на задних, но всё-таки шерсть на лапах короткая. То есть вот этот вот дикий тип от отделения шерстного покрова, он существует. И вот здесь вот интересная, существует такая интересная зависимость, что оказывается, что вот эта вот брудастость, брудастость является признаком доминанта по отношению к шерсти дикого типа. Значит, теперь, ну, о наследовании чуть-чуть покойчика. Говорим, а сейчас я просто ещё вам покажу других собак. Теперь здесь ещё очень важный фактор. Здесь мы с вами рассматривали пока относительно длинную шерсть и относительное количество подшерстков. Но у нас добавляется ещё один параметр, это ещё и степень извитости шерсти. А вот степень извитости шерсти тоже, вы знаете, бывает очень разная. Бывает шерсть просто такая умеренно-волнистая. Шерсть бывает умеренно-волнистая, ну, например, как у кокеров, как у... ну, в какой-то степени у сеттеров, наверное. И может шерсть иметь, вот, или не может шерсть быть курчавой. Причём курчавость тоже может быть разная. Это могут быть и просто такие... Шерсть может быть просто скрученная в колечки, а может она быть скрученной в такие вот шнуры. И, в общем, как показывает всё-таки современный анализ, что вот эта вот шерсть имеет немножко разный порядок наследования. Вот вам классический пример такой шнуровой собаки, Командор. Или вот ещё, пожалуйста, Бергамаска. Шнуры могут сваливаться в разные. Механизм образования шнурок очень любопытный. То есть на самом деле, когда шерсть такая имеет такую известную структуру, в общем, эта шерсть обычно, так как она бывает, она садет в себе и остевые волосы, и подчёсток. Но в результате того, чтобы они плотно перекручиваются между собой, то когда волос уже выпадает, то он не удаляется из шерстного покрова. То есть если собаку не вычесывать, то тогда у них этот самый... плотные волосы перебиваются с шерстью живых волос, и постепенно, так сказать, они отдаляются из вот этих вот шнуры, которые оказываются уже очень длинными, они оказываются часто уже чуть-чуть не на 3 деток состоящие из мертвых волос. Ну, в общем, не говоря, эти шнуры, ну, не часа. Я, честно говоря, не совсем понятно, вроде как, почему вот такие шнуры, с такими шнурами выживают всякие пастушьи собаки типа командора, потому что, в общем, всё равно такая шерсть, конечно, она, ну, защищать, она, конечно, защищает, быстро она намокает, быстро она, в общем-то говоря, делает сейчас очень тяжелой, потому что у неё, в общем-то, просто часто много механических средизнений не очень храна, мне кажется, что она, в любом случае, оказывается, неудобна. Но, тем не менее, такой феномен не имеет. Ну, вот есть такая шерсть у шнуровых пуделя, но с пуделями обычно тут специальные проводятся в таксерпетеке, специальные, эта шерсть подвергается специальному уходу, и такие шнуры поддерживают всё-таки в таком гигиеническом достаточно состоянии. А вот интересный ещё вариант. Вот собаки, которые тоже имеют шнурный характер шнуровой, и очень они похожи на пуделя, по идее, но у пуделя, мы видим, что у пуделеобразных, у большинства собак с пуделеобразной шерстью, вот у этой группы этих модных собак, видите, все они брудастые, с заросшими мордами. То же самое пуделе. Командор, тоже собака брудастая. Брагомазка, собака брудастая. А вот ирландский водяной спинеель, вроде бы она и длинношерстная, и шерсть, шерсть такого, можно говорить, пуделиного типа, то есть, которая скручивается в шнуре, но морды при этом у них не образ, не оброслые. И существует элемент вот такого, хотя лапы оброслые полностью, но морды оказываются голыми. Это вот ещё один тип оброслых. Оброслых, ну, собственно, мы вот это вот видим, например, у афганов, это мы видим у кокеров тоже, такой полной оброслых. Хотя, в общем-то говоря, некая тенденция к оброслых на морде есть, то есть у кокеров периодически вырастает бородёнка, периодически тоже такая, элементы такой тоже резкой бороды вырастают и у афганов, но всё-таки, тем не менее, это не брудастая собака по-настоящему. Теперь, значит, ещё, следующий параметр шерстного покрова, это, значит, крови, это шерсть жёсткая. Шерсть жёсткая. Жёсткая шерсть чаще всего она бывает всё-таки достаточно прямой. Жёсткая шерсть, она имеет большую длину, чем обычно, чем шерсть дикого типа. Ну, в общем-то говоря, она может сочетаться и с разной длиной шерстью, и с разной степенью извитости. Вот шнаутер. Прямая шерсть, жёсткая прямая шерсть, но с ней несколько удлинённая. То же самое вот вам Драдхар. Или кто там. В данном случае собака, в общем-то, практически брудастая, тоже подобный шнаутер, жёсткая прямая шерсть. И вот, наконец, ещё один вариант. Дели-Вейдж. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что мы, значит, вине имеем такой полный тип обротности. То есть собаки брудастые, собаки жёсткошёрстные, но при этом собаки с вьющейся жесткой. То есть они присутствуют элементы курчавости. Вот это вот. Это и на лапах, и на корпусе. И вот вам, пожалуйста, ещё один вариант. Жёсткошёрстная собака, но короткошёрстная. Глубкошёрстный фокус, короткая, жёсткая шерсть, элементы, я видела элементы бороды. Ну, это вот все эти самые ягод-терьеры, короткошёрстные фокусы. Ну, фокус, собственно, тот же вариант, что иердель, то есть фактически тоже шерсть курчаная. Хотя, ну, тут он триммингом привезёт в такое состояние, но это не будет. Вот ещё один вариант тоже. Короткошёрстная курчавая собака. Короткошёрстная курчавая собака, короткошёрстные ветриеры. Шерсть, причём, в таком хорошем завитке, но невырастающей, но невырастающей ветви. Так, ну, в данном случае у нас этот бассейн же, это просто укороченная шерсть дикого типа. Это тоже шерсть дикого типа. Корги. Ну, это вот опять же, ну, это тоже удлинённая шерсть дикого типа. в какие-то хорские овчарки. И вот классические варианты бульбанцев собак. Ой, извините, я даже. Ну, я просто сейчас хочу подойти ещё к такому немножко формированию этого шерстного боброва. бульбанцев собак. Да. Ну, это не шерсть. Ну, это не шерсть. Ну, это не шерсть, да, не. Ну, это не нужно. Поехали. Да. Ну, если так еще говорить, если рассматривать еще разные варианты курсного покрова, то вот смотрите, еще есть такие интересные кожные образования, которые носят название ридж. Ридж – это значит, когда шерсть на какой-то части тела начинает расти в обратную сторону. Ну, вот чаще всего это бывает по хребту, вот такие вот бревни, ну, это абразийский риджбекер. Вот, хорошо выжженный ридж. Риджи могут иметь разную помню. Но интересно, но ридж при этом имеет такую одну достаточно интересную особенность. Значит, у риджа вот рост этой шерсти часто сопровождается с тем, что иногда вот эти, иногда рост вот этой шерсти начинается фактически вот кожи с такой шерсти, начинается уже от позвоночника. То есть фактически вот эта шерсть образует такие своеобразные воронки, уходящие в медвину, вплоть до позвоночника, а иногда они даже сочетаются, связываются уже и непосредственно с позвоночником. То есть образуются вот такие вот так называемые синусы и свищи даже. Ну и понятно, что такая вот штука, она, это вещь довольно неприятная, потому что там она, если особенно она такой, тоже до, уже оказывается связанная с позвоночником, то, в общем, это вещь, конечно, неприятная. Поэтому они, в общем-то говоря, ну, даже вот такие вот хорошо выраженные синусы, связанные с вещами, их относится к категории уже, да, в таких полулетальных предмах. Но, в общем, в целом, все-таки риджи в основном это вещь такая, которая крайне редко сочетается с таким вещами. Если просто небольшой синус воронка, ну, это часто удаляет хирургическим путем. И, собственно говоря, почему рост шерсти в обратном направлении вызывает вот такую вот особенность, ну, в общем, сказать довольно сложно. Генетически этот самый ридж, это признак доминантный, но поскольку, видите, что риджи бывают очень разные, вот, форма, разная форма риджи, и, конечно, говорить о том, что этот признак моногенный ниндзе, этот моногенный явно коллегенный, зависящий от разных вещей, причем иногда мы, видимо, у собак эти риджи оказываются ну, иногда просто в зачастливом состоянии, довольно часто где-нибудь, например, на мушке носа или на голове. Такое отмечается, например, у такс, ну, отмечается такое же и у вот Курцхаров, например, да и, в общем, довольно у многих собак, и у Пойнтеров, и у Пуденек такое отмечается. В общем, бывает. При этом интересно, что иногда риджи может иметь вообще неполную степень экспрессивности, то есть, он даже генетически риджи в собак, он может проявляться в очень слабой степени, например, у риджбека. И вот тут был как-то получен интересный помет в Москве. Это был, это был, значит, помет, который был получен от риджбека практически без риджа, но с намеками на него, и у Курцхара, да, у Курцхара был намек на риджи, как раз, на носок. И вот были получены вот такие вот интересные, вот, вот, конечно, риджи, риджи, но там в помете были собаки как с риджи, но так и в лес. Вот видите, риджи. Это потом они выросли, да? Потом они выросли, да. Вот, вот, где риджи. Ну, в общем-то говоря, в интернете такие собаки периодически попадаются. Ну, и, в общем, конечно, в принципе, как относится к риджи, когда они появляются у тех пород, для которых они характерны. Ну, есть некоторые эксперты считают, что это вообще страшный кресток, страшный брак, в общем, нуждаются такие собаки, нуждаются просто в полной квалификации, что-то относится к этому спокойно. Ну, в общем, я не знаю, мне нужно разделять вот такую экстремистическую точку зрения, потому что это очень, ну, такая некая породная особенность. Теперь еще одна, у нас существует еще одна интересная штука, это вот голые собаки. Голые собаки, бесширные. То есть вообще, на самом деле, явление бесширности, оно распространено довольно широко вообще в природе. Мы сейчас видим, что в последнее время, чем больше их больше интерес к этим животным, тем больше их появляется. У нас уже и голые мыши, и голые крысы, и голые морские свинки, и голые кролики, все это уже разводится. Интересно, что на самом деле существует у нас несколько мутаций, которые вызывают вот это самое состояние голости. Ну, вот в данном случае, вот это китайская хохлатая собака. Китайская хохлатая собака, мы видим, что у нее все-таки частичная образность присутствует. У них на голове, на ногах, на хвосте. Да и, в общем-то говоря, степень образности тоже у них может быть разная. И при этом вот ее однопометная собака-пуховка. На самом деле, вот этот признак, вот этой самой бесширности, оказывается, что все эти собаки всегда оказываются гетерозиготными. То есть они все пристречиваны друг с другом, они всегда дают собак-пуховы. Они всегда дают пуховы. Пуховка. Оказывается, что у собак гонозеготных полостей, в гену полостей, получается, что идет просто серьезное недоразвитие костно-пищевой ткани, и эти животные погибают в глянешком состоянии. В то же время как нормальные голые собаки, они, в общем-то, являются вполне нормальными, полноценными собаками. Причем вот интересно, видите, вот фенотип китайской хохлатой собаки и пуховка. Ну, пуховка, в принципе, она такая достаточно стабильная. А вот другая вариант. Это... Что такое? Нет, это вообще не просто. Да, вот мексиканская голая собака. У мексиканских голых собак у них существует интересная вещь, что, по сути дела, получается, что вот фенотип мексиканской голой собаки, он очень устойчив. Он, при скрещивании мексиканской голой собаки с другими другими собаками, по сути дела, получается, да и, собственно, это относится в большой степени к китайским, мы получаем фенотип голой собаки. Фенотип голой собаки, независимо от того, с кем она встречалась. При этом интересно, что для этих собак типична еще и такая вещь, что у них очень своеобразные зубы. У них, во-первых, у них неполная зубная формула, кроме всего, прочего, зубы имеют еще такую достаточно интересную коническую форму, и фенотипы часто бывают тоже расположены, направлены просто резко вперед. То есть это все вот сочетается в одном фенотипе, и оказывается, фенотип весьма доминар. Но, правда, если у пуховых, я обращала ваше внимание на пуховку китайских собак, все-таки сейчас у нас состояние такое, что китайские пуховки, расхватые собаки, они все-таки все уже довольно стабильные, они уже размножаются в большинстве, все-таки без тремеси других пород, и поэтому пуховки, их все-таки тоже уже довольно однообразные, в принципе, они выставляются в ремни. У мексиканских собак пуховки не... они являются бесспорным братом, потому что они оказываются самыми однообразными. То есть по фенотипу они вылезают часто... Вся вот эта вот принес, которая у собак есть, она вылезает в виде пуховых. Ну, собственно говоря, то же самое было и в начале разведения и китайцам в России, когда их, в общем-то, первые, их привезли такие у нас самые, когда-то я птичьего рынка, встречались, они, в общем-то, говоря по типу оброслости, можно было понять, кто там, собственно, присутствует, юркширский терьер или пудель или кто еще. Но сейчас, как бы более-менее, все-таки уже приведет борский лет. Ну, это, значит, мексиканская голая кабака. Ну, эта мутация тоже явно связана с летальностью и тоже эти собаки тоже гетеразиконы. Это доминантная полулетальная мутация. Причем то же самое можно говорить еще и, тут еще одна такая совсем понятная вещь, это тайский летжбек. Тайский летжбек тоже, собственно говоря, собака практически голая, но с речем. Тоже, в общем-то говоря, такая своеобразная мутация. Ну и, наконец, еще один феномен, который сейчас тоже получил очень большое распространение, это американский голый терьер. Американский голый терьер собака практически без и сейчас речь идет, по крайней мере, о четырех парах генов, которые могут вызывать вот эти вот мутации, связанные с бесшорженностью. Ну и, собственно, несколько типов тоже мутаций, вызывающих бесшорженность, отмечено и у кошек. Тоже вы знаете, что кошки-сфинксы, которые сейчас довольно распространены, они тоже могут быть разными. и, в общем-то говоря, тоже у них разный тип образностей, может быть, разный тип образностей у них. Так же, не могу. Да. Тринчас. Вот, пожалуйста, вам тоже. Да, мы пишем, пишем, пишем. Да? Да. Вот, так что, собственно говоря, только... Так что, на самом деле, шерстный пазор, конечно, вещь также очень достаточно разнообразная и интересная. Теперь, что касается наследования типа шерстного попова. Так, давайте, наверное, мы сейчас будем перерыв, а потом немного поговорим о наследовании. Буквально несколько слов относительно наследования типа шерстного попова. В общем, конечно, такая вещь, как поскольку шерстный попова, это такая, в общем, многопараметровая вещь, то на самом деле, ну, пока, ну, есть какие-то вещи, которые известны, как наследуются, с очень давних времен. Это и есть так. Но, собственно говоря, сейчас, и вы узнаете, что идет сейчас усиленный поиск генов, отвечающих за какой-то определенный признак. И каких-то конкретных генов, таких вот, отвечающих за определенные признаки шерстного попова, не так много обнаружено. И при этом еще часто оказывается, что и часто оказывается, что вот какие-то похожие признаки, но они, за них отвечают, видимо, разные гены, потому что, в общем, в каком-то случае ген найден, в каком-то случае ген не найден. Но, если говорить так, грубо говоря, пока мы говорим все-таки о наследовании типов шерстного попова, мы, в общем, в основном имеем в виду все-таки не столько просто гены, как таковые, сколько признаки. Ну, вот, например, известно, пока, совершенно четко. Это показывает, что существует у нас ген, что существует действительно определенный ген, который отвечает за длинную шерстину. Вот, значит, герна не есть, значит, это будет у нас локус L. Я сейчас не могу только. Значит, ну, смотрите, L латинская, значит, ген L большое латинское, он отвечает за короткую шерсть, но имеется в виду шерсть дикого типа все-таки. Короткую шерсть. Ну, вот дикая шерсть, шерсть дикого типа. И, наконец, рецессивный по отношению к нему ген, ген длинношерстности. Ну, дикого типа, но и, в общем-то говоря, достаточно все равно короткая шерсть, она является доминирующей над длинной шерстью. Поэтому мы знаем, что во многих породах собак существуют и короткошерстные, и длинношерстные вариации, причем короткошерстные всегда являются доминантами по отношению длинношерстные. Ну, если мы, например, стрее... Ну, вот поэтому, собственно, из нормальной, из короткошерстных деймаранеров периодически выщепляются деймаранеры длинношерстные. От обычных этих самых немецких овчарок вылезают овчарки длинношерстные. Вот, в принципе, при следующем, например, даже и лодкошерстные таксы, с таксой длинношерстные тоже получаются собаки все-таки тоже лодкошерстные. Это, значит, определенный... это вот признак, где-то которого определенно найден. Но в данном случае, вот когда мы говорим о сочетании вот такой вот собаки сейчас дикого, умененного типа, дикого типа, то, видимо, в данном случае мы имеем дело с геном-то, который отвечает за дикий тип шерсти. Но только это другой ген, который отвечает за дикий тип шерсти. А это связано именно с вот цехараксовым распределением волос по телу и длинноярусные нет. То есть в данном случае вот это вот дикый тип оброслости плюс длинношерстность. А вот такую вот картину. Теперь, значит, еще существует известно, что такой признак, как брудастность, то есть вот такая вот оброслость по всему корпусу, она является доминантной по отношению к собакам с оброслостью дикого типа. И, значит, мы имеем плюс к этому, мы часто имеем такое, что при скрещивании собак разных пород у нас получаются часто, при скрещивании собак брудастых пород с не брудастыми, у нас получаются собаки породы брудастые, причем чаще, часто в таких промежуточных типах шерстного покрова. И плюс к брудастности еще доминантным типом является и жесткошерстность, ну вот тип шнаутера. Вот это вот брудастая жесткошерстная собака. И мы видим, что оказывается, что при скрещивании вот таких вот брудастых собак, чаще всего жесткошерстных, но и не всегда жесткошерстных, мы, значит, часто получаем, поскольку комбинируются разные признаки, мы часто получаем собак очень похожих друг на друга. То есть, например, при скрещивании терьеров со шнаутерами, терьеров с собаками другого типа шерстного покрова или шнаутеров с другого типа шерстного покрова собак. Мы получаем собак, в общем, примерно одинаково, по фенотипу. И вот, например, в данном случае я могу вам показать вот такую вот, вот вам, пожалуйста, собачки. Вот такой типичный вариант брудастой собаки, которая получается при скрещивании между собой собак разных пород. Но это на самом деле гибриды шакала с собакой, то есть шакала с пузелем, гибриды шакала с пузелем. То есть мы видим в данном случае тоже получились вот такие вот типичные брудастые собаки. То есть от пузеля наследуется брудастость, от пузеля наследуется генжеская шерстность, которая у него присутствует. И вот, значит, вместо такого типа нормального, вместо нормального шерстного поклова мы имеем брудастых собачек. И вот вам еще интересный вариант. Тоже брудастая собачка. Брудастая собачка. И как вы думаете, это кто? Пудель с этим. Ну это известная фотография, но вы не знаете, а в тем остальным кто это, как вы думаете? Это гибрид пузеля с английским бульдомом, всего-навсего. В данном случае я знала эту собаку лично, и родители ее знали лично, так что тут могу абсолютно точно ручаться. Вот такой вот типичный брудастый вариант собаки. Они не случайно скрестились? Ну там, собственно, в одном тоже был, был, сука, английский бунток и Путин. Причем там, в общем, в этом памяти были смешанные щенки, там, сука, была повязана и с бунтоком тоже, дополнительно связалась с Путином. Ну вот, там были щенки идти и другие. А это специально сделали? Да нет, конечно. Случайно? Конечно, случайно. Заговорились. Ну, конечно, случайно, но когда я узнала, я сказала, ой-ой-ой, пожалуйста, оставьте этого самому, ведь это интересно, что будет. Вот, получается, вот такая вот. И вот, на самом деле, вот такого типа брудастые собаки получаются очень часто. И вот, собственно говоря, хочу, на вас я на что навожу. Помните, что на самом-то деле у нас среди всяких разных наших отечественных пород охотничьих собак, которые описаны у Сапонеевы, от которых мы часто грустим, как от этих породов, очень много брудастых. Брудастые гончие, брудастые дугавы и так далее. Так вот эти вот брудастые собаки, они получаются чаще всего приспещивания друг с другом разных типов собак. А потом дальше получается, что вот эти вот брудастые собаки похожи друг на друга, но тип нестойкий, потому что дальше при скрещивании они тоже приспределяют на собак с разным типом. Ну, то есть, на самом деле, если мы берем, например, скажем, скрещиваем ту интерьеру с баллонкой, мы получим все равно же скрещивающую собачку типа московский дракон, например, есть такая порода и так далее. То есть, в общем-то говоря, вот эти вот все метисы оказываются часто очень и очень похожи по типу жорстного покрова. Ну, в общем, так можно говорить о том, что все-таки достаточно рецессивным признаком является разная степень вот этой скрученности шерсти. Это является рецессивным по отношению к шерсти более прямой. В общем, часто достаточно является доминирующим признаком все-таки и вообще дикий тип шерстного покрова. И очень четко доминирует брудастность. Вот, но, в общем-то говоря, вдаваться в подробности, вот, пожалуйста, родители этого самого гибрида. И, в общем-то говоря, очень часто, когда мы тоже рассматриваем одну, когда мы рассматриваем жорстный покров как древние собаки, мы очень, ну, мы видим четко то, что в этой самой породе присутствуют действительно разные признаки. Ну, например, вот, если мы возьмем, скажем, с вами Ротвейли, да? Ротвейли, первое впечатление, что это будет подшерстная пава на собак, так вот, часто создается. Но если смотреть эту собаку конкретнее, то, значит, ну, видно, что, во-первых, тут имеет место тип шерст дикого типа. Хорошо выраженные подшерстки, хорошо выраженные остевые волосы. При этом все остевые волосы очень жесткие и периодически у Ротвейли отрастают еще и бородатые. Здесь, в общем, такой элемент жесткошерстности у них присутствует. С некими намеками даже и на грудастность. Еще, прямо всего прочего, довольно часто оказывается, что вот эта вот остевая шерсть на плите, она еще оказывается часто и с волной. То есть, в принципе, присутствуют вот эти вот некие генные волнистости тоже. И поэтому, на самом деле, в общем-то говоря, первое впечатление, оно оказывается весьма обманчивым для шерстного пава. Или, например, вот пуди. Тоже пуди, ну, первое впечатление, что это длинношерстная пудрявая собака с мягкой шерстью, с плохо выраженным подшерстком. На самом деле, оказывается, что у этой собачьи присутствует яркая генда, ну, во-первых, грудастность, во-вторых, присутствует жесткошерстность, потому что вылезает из гибридов, и действительно очень часто жесткая ось присутствует у них. И плюс к этому еще и вот это, и вот то, что сейчас пока самое непонятное с точки зрения наследования, это вот этот самый тип скрученности волос. Вот это вот. Так что, в общем-то говоря, конечно, ну, и на самом-то деле сейчас, к сожалению, пока генетические анализы, то есть результаты генетических анализов, которые получаются по шерстному покрову, они, в общем-то говоря, пока очень и очень все-таки растетчатые. Даже вот эта финская лаборатория, которая делает, она делает сразу генетический анализ по многим параметрам, в том числе, вот это получается достаточно пока невнятное. Если пока это еще находится в собственности такого изучения. Что касается, конечно, в общем-то говоря, ну, гораздо, гораздо лучше в этом плане изучены окрасы. Вот, значит, давайте сейчас уже начнем, значит, перейдем от шерстного типа шерстного покрова, перейдем к окрасам, и сегодня поговорим просто, пока не касаясь генетической стороны, сегодня поговорим просто о, ну, в принципе, формировании окрасов вообще. Значит, итак, когда мы говорим об окрасах, нужно иметь в виду, что все разнообразие окрасок собак, оно представлено, по сути дела, двумя пигментами. У нас существует два типа пигментов. Пигмент эомеланин, который представлен в черной и коричневой форме, и есть и второй пигмент, пигмент эомеланин, это пигмент феомеланин, пигмент желтый. Но при этом, что касается вот этого самого желтого, красного, рыжего пигмента, мы знаем, что, собственно говоря, оттенков его множество, но если все-таки черные и коричневые пигменты, они достаточно хорошо различаются и генетически, это, в общем-то, показано, что это разные мутации одного и того же гена, они, да, вообще пигментные, пигменты существуют в виде зерен, которые отличаются по форме и черные. Зерна черного пигмента, они округлые, довольно крупные, а зерна коричневого пигмента, они такие чечевицеобразные, и, в общем, несколько мельче, чем черные, поэтому, собственно, при светопреломлении получается вот такой вот эффект коричневого цвета. Существует определенный генок, мутантная форма генок, которая вызывает в виде изменения вот этих вот форм пигментного зерена меланина. То вот относительно филомеланина, таких пока генетических отличий между разными типами филомеланина не обнаружено, хотя вот работы такие, которые проводились по изучению рыжего-режих образов с применением разных физических методик, то есть такие спектры, разные методы спектрометрии, они показывают, что тут существуют тоже разные ответы от рыжего или желтого или красного, например, филомеланина, но генетически пока подтверждений у нас нет. Но все равно вот эти вот две группы пигментов, они отличаются от всего многообразия окрасов собак. Значит, пигменты синтезируются, они в коже, синтезируются они в коже, потом закладываются они тоже достаточно генетиненными, потому что в эмбриональный период они закладываются, это самое, прародители клеток закладываются, ну, одновременно с закладками кожи, и они, так сказать, постепенно эмигрируют по всему телу и, значит, оказываются во всех кожных поглобах, и там начинают продуцировать пигменты. Теперь, значит, еще, ну, мы, когда мы говорим о пигментах, значит, надо иметь в виду, что, вообще-то говоря, обычно собаки всех нормальных окрасов имеют одновременно, кроме таких чисто желтых, чисто рыжих, имеют, у них присутствуют оба пигмента, пигменты обеих групп, то есть, может, всегда, например, в черном волосе присутствует как филомеланин, так и элмеланин, но, так сказать, они дефортно распустранены и более крупные зерна черного пигмента, они совершенно маскируют наличие в волосе желтого пигмента. Так, сейчас я открою попку. Так, сейчас я открою попку. Так, сейчас я открою попку. Значит, теперь следующий момент – это распределение пигментов по волосу. Вот здесь вот вы видите, примерно, значит, пигмент в волосе может располагаться, и может располагаться сплошь, так что волос может иметь сплошную окраску. Пигмент может располагаться в виде зон. То есть, может быть, зона желтого пигмента, зона черного, опять-таки, зона желтого, зона черного, иногда может быть зона лишенного пигмента вообще. Это так называемое зонарное распределение пигментов. И, в принципе, вот такой вот волос, если прием присутствует, все пигменты равномерно, и желтые, и черные, и еще бы цветные зоны, то такой волос будет выглядеть зонарно-серым. Или такой окрас называется, такое распределение называется аммутти по имени американского блазуна аммутти, у которого вот такой классический зонарный окрас. Может быть, еще зонарное распределение пигмента, но это очень не очень. Зонарное распределение пигмента может быть вот такое. То есть, когда эомеланин полагается по всему волосу, а феомеланин, то есть, наоборот, феомеланин по всему волосу, и эомеланин только на конце. причем длина этого конца может быть самый разный это вот такой тоже в общем его резонарное распределение пигмента но такое распределение пигмента вот по нашей монкулатуре но нашего этого самого пеники у нас в россии такой вот так такой волос такого окраса называется саболин но вот в этой книге например тут такое 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 окраски называть режим затерлась зачернение диза степень затенения может быть разные и так вот это вот это распределение пигмента по волосу в данном случае мы имеем если пришло запрашиваем волосы мы имеем равномерно перемешиваем там и он меланин и фиомеланин и в данном пути зонарного распределения они распределяются зоны в данном случае зона черного пигмента может входить и левомеланин и фиомеланин а какие-то зоны оказываются лишены этого пигмента и в данном случае работают гены которые просто периодически переключают синтез одного пигмента на синтез другого пигмента теперь значит еще важным например моментом является еще и такая вещь как распределение пигмента по корпусу собаки да здесь я еще хотела остановиться вот еще на чем что значит эомеланин и фиомеланин ну и фиомеланин поскольку он всегда разный рыжий рыжий разного тона а фиомеланин может быть как черный так и коричневый но волос может присутствовать всегда только один тип во всем данной собаке может присутствовать только один тип то ли или черный или коричневый и поэтому если присутствует коричневый амеланин то вот этот голос будет выглядеть тогда не черным а коричневым и в этом волосе вместо черных зон будет присутствовать коричневые и у этого волоса тоже соответственно конец будет не черные а коричневые следующий момент носки цепь говорит как по-разному могут разделяться как по-разному может распределяться пигменты при зонарном окрашивании волос вот это сложное а вот они могут быть зоны относительно могут быть шире могут быть и уже и поэтому впечатление от цвета иногда был сможет казаться спеш-черным например но он все-таки оказывается то у него светлое основание на самом деле это волосы такой зонарного или самболиного типа ну и так далее то есть вот в принципе вариантов может быть на самом деле много и существует еще много дополнительных генок-регуляторов которые отвечают за распределение пигментов по волосам ну и наконец еще значит теперь что касается распределения второй момент это распределение пигментов по корпусу ну во первых бывают собаки вы знаете что у нас существует существуют сплошные окраски когда собака имеет вот такой вот сплошной окрас это вот сплошной черный может быть сплошной коричневый может быть сплошной голубой например ну и ну собственно белый конечно белый и есть белый или может быть например вот такое распределение окрас может быть не сложным а может быть окрас зонарный вот он пожалуйста классический зонарно-серый окрас зонарно-серый окрас но в общем говоря тут еще имеет такое место такая вещь как обратите внимание на распределение светлых и тёмных зон принят зонарно-серый окрас и очень часто при таком классическом зонарно-серый окрасе дикого типа мы видим вот такое вот распределение то есть более светлая морда более светлые лапы более светлые основания хвоста ну и соответственно более темные темный элемент часто идет по спине секунду я заметил более темное распределение значит следующий момент ну вот тоже зонарно-серый зонарно-серый вот еще вам пожалуйста вариант например саболиного окраса саболин и рыжий саболин и окрас или тоже но мы в данном случае мы тоже видим таким образом окрашены многие дикие звери вот это дельта и мы тоже видим вот это вот дикое распределение пигмента по корпусу то же самое видите а светлая морда светлая извините пожалуйста алё так если во всем поле может за мной заехать или так и тогда значит лучше ехать так по ломоносовскому проспекту свернуть перед театром джигарханяна и значит прямо так быстро проезжаешь школу и после этого упирается в дом корпус дробь 6 корпус 6 красный такой сделан немножко повернуть налево и следующий дом там где магазин охотник вот это нет это строители корпус 6 до дом 6 корпус 7 вот это вот тоже дикий тип распределения пигмента но это собственно такое условное достаточно название потому что она в общем-то говоря не всегда присутствует и в каких-то случаях может быть вот тоже пожалуйста вам собака собака саболиного типа но это стану при этом окрас сплошной рыбе без вот такого вот дикого распределения пигмента но что отвечает пока факторов которые отвечают за вот такое вот распределение пигментом дикого типа но к сожалению пока не найдено теперь начнешь еще и изоанарный и саболиный окрас они могут сочетаться с темной маской пожалуйста достаточно часто мы видим рыжих собак изоанарных собак мы видим с темной маской но это все тем не менее окрасы сплошные это все окрасы сплошные но просто так и не совсем равномерное распределение пигмента по всему телу собаки еще вот пожалуйста вам тоже еще вариант еще вариант распределения пигмента по корпусу собаки это подпалый окрас видите когда у нас темные зоны и омеланиновые зоны располагаются на корпусе и подпалены подпалены рыжие подпалены выходит при черных здесь есть два варианта есть подпалый окрас при котором подпалены расположены очень четко в соответствии с определенным совершенно рисунком ну вот классический пример это деберман будет сетер гордон еще классический вариант тоже английский покер подпалый и ныне и вариант окрас чепрачный когда чепрачный окрас при котором подпалены оказываются несколько разбитыми вот разные варианты чепрачного окраса немецкие овчарки это вариант будет еще например этого самого вельштерьер вот чепрачный окрас типичный чепрачный окрас русская гончая чепрачный окрас белый бегуль и так далее но чепрачный окрас причем чем отличаются щенки чепрачного вообще щенки на самом деле и зонарных собак и щенки собак сомболиного окраса они всегда рождаются на самом деле часто очень похожими то есть в принципе серыми щенками рождаются щенки рыжих собак и потом они рыжают постепенно детеныши например лисята тоже рождаются серыми внешне мало отличие например от шоколад и от волчат и постепенно они рыжают ну и вот например скажем что у шпицов например там очень сложно бывает оплечить щенка который будет в дальнейшем рыжего или оранжевого или он будет волчим это в общем проблема с ними в этом плане есть но в целом и иногда они рождаются почти черными щенки зонарные потом постепенно светлели то же самое бывает и щенками соболюбового окраса теперь вот если взять чепрачных и чепрачных и подпалых собак то щенки подпалого окраса рождаются уже с четко выраженным подпалом с таким каким он должен быть а щенки чепрачных собак они рождаются тоже очень сильно зачерненными в общем то практически подпалыми и светлеют потом светлеют постепенно но при этом чепрачный окрас он имеет массу вариаций очень вариабелен он и по рисунку на голове собак и по распределению по соотношению рыжего с черным или рыжего с коричневым в некоторых случаях может быть подпалом может быть и белым значит вот это вот тоже определенный тип распределения пигмента по корпусу ну еще один вариант распределения тоже пигмента по корпусу иногда в общем то вот прежние времена вот такие вещи как чепрачный окрас подпалый окрас равно как и тигровый их называли время их называли разными типами желтой пятнистости тигровый окрас тоже вы видите что у нас его меланин и фил меланин распределён таким неравномерными полосами тигровый окрас тоже может быть исключительно вариабелен это могут быть и собаки практически черные с редкими костеринами например французских бульдогов там фамифорса или это может быть практически рыжий окрас с редкими черными полосами определяется зависит от целого ряда других предмогов значит вот это вот группа так сказать золотой пятнистости вот он например тигровый пудин значит еще он с ней следующая группа которая так сказать у нас фактор который отвечает за окрасы и что это вот будем мы с вами рассмотрели распределение пигментов по волосу и по телу следующий вариант это интенсивность окраса интенсивность окраса тоже мы знаем что интенсивность окраса может быть разная окраса могут быть полный интенсивность например там черный коричневый шоколадный который называется это может быть окрас ярко-рыжая могут быть эти окрасы все такими несколько длинную зону то есть не черный не черный а голубой окрас не коричневый а осветленный коричневый какой-нибудь который называют этими лиловыми сиреневыми копейными с молоком ну как угодно так как угодно как захочется и причем здесь группа вот таких вот окрасов она может быть вот этих вот группа осветленных окрасов их по сути дела 2 во первых бывает такое бывает осветление которое возникает от рождения то есть такие щенки рождаются уже осветленными сразу и они потом ну практически эти собаки ну с возрастом они не меняются и причем у этих собак у них чаще всего бывают осветленными и носы и глаза вот вам бемарана осветленный коричневый окрас осветленные носы и осветленные глаза вот вариант тоже пожалуйста черный и голубой нюхо голубого нюхо но здесь правда эффект вспышки поэтому насыка практически одинаково у черного и голубого на самом деле у черного нос черный а у голубого нос голубой и глаза в тон окраса это врожденное осветление окраса и собаки такие значит они ну вот почему интересные интересные интересная вещь что например при случае подпалок окраса получается что осветлеется часто семена этот осветленный коричневый плохая фотография но бывает часто что осветлила что осветленные собаки под полы они часто бывают осветленными у них показывается осветленная часть а у меланиновая но при этом интенсивно рыжая под полы например скажем какой-нибудь может быть доберман голубой доберман он будет голубой сверху но при этом подпален он будет рыжий или доберман окраса из-за белого он тоже будет принципе ослабленным количеством но с подпаленными это так сказать специфика действия вот этого фактора осветления ну или бывают ситуации наоборот когда это осветление развивается постепенно щенки рождаются интенсивно окрашенными ну черными например или интенсивно коричневыми светлёт постепенно вот это например пожалуйста вариант серебристый пузель щенки рождаются совершенно черными потом начинают интенсивно светлеть но это вот уже примерно двухмесячные щенки у которых уже прострежены морды видно что и осветление уже процесс осветления уже начался в этой ситуации значит ну вот собственно вот в этой ситуации осветление работает таким образом что сначала у новорожденного щенка пигменты присутствуют как в сердцевине так и в корповом слое волоса а потом с возрастом пигмент из корпового слоя волоса уходит и постепенно но вот этот пигмент сельцерина он начинает как бы просвечиваться как папиросная бумага как через папиросную бумагу и окрас оказывается за счет этого осветления вот тот же самый вариант пожалуйста керебу терьер вот один черный а второй голубой и светлевают они постепенно вот тоже вариант для тонн терьера щенок такой родившийся собрался болезнь щенок интенсивно достаточно окрашен вот постепенно выцветает до вот такого состояния как его мама вот это вот факторы перецвета которые которые могут иметь возрожденный характер а могут иметь и врожденный причем интересно что при врожденным осветление окраса после 5 ситуация такая что просто вот видите вот этот вот фактор который вызывает порожденное осветление окраса он способствует тому что пигментные зерна слипаются такие вот группы поэтому они не могут пойти в волос достаточно плотно это вот волос плотно набитый пигментами зернами например черный интенсивно коричневая это будет волос осветленные потому что группы пигментов они дают такое плотного распределения вот теперь еще варианты на следующий вариант который следующие ну и вот теперь собственно говоря вот вам осветленные собаки ну можно сказать о белом окрасе значит белая окрас тоже может быть раз может быть но может быть белая окраска который собака вообще лишена пигментов совсем практически ну в общем очень часто такие собаки сначала рождаются все таки палевым потом белеют постепенно с возрастом но в данном случае у собаки она практически вот такая вот сильно осветленная рождается осветляется с возрастом еще дополнительно на такой окрас вообще называют лейцизмом то есть лейцизм когда пигмент хороший пигмент хорошая пигментация но носа кожных покровов и глаз и это довольно часто у таких собак лейцистов бывает и черная кожа и темные когти и вот второй вариант белого окраса который тоже называют белым но это на самом деле окрас не белый а это просто собака фактически пикнистая вот видите маленькая так сказать пякнушка она была но собака белая с очень маленьким тюрьмым пятном значит теперь и соответственно дальше вот после этого мы переходим к следующему фактору который отвечает за белую пигмент мы знаем что очень многие собаки у нас имеют разные белую пигменты самые разные протяженности и вот это вот белая пигменты она может быть тоже разная во-первых это может быть просто белая пигменты с 5 обычная это может быть иногда или это может быть вариант мрамора мраморный окрас дома беломраморный окрас вот это вот или то что вызывают орлейкин окраску долго он вызывается другими совершенно особыми генами мрамора причем вот этот вот так как белом ровно он присутствует только у домов а вот у мраморных мраморный окрас который присутствует многих других породов поле того австралийских рапчарок у такс серо-мраморный окрас это весь другая теперь значит на белых отметинах часто отмечается краб краб называется тоже особым геном который работает вместе краб возникает на фоне белой пигменты ну вот классический вариант вам английский секрет краб что ты вот особый вариант крапа именно крапа у долл мотива при этом тоже в общем на самом деле собака генетически пигменты в принципе у долл мотива всегда присутствует какое-то небольшое количество врожденных пятен и потом постепенно начинает развиваться белой пигменты по корпусу значит что касается белый что 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 касается вот этой самой обычной белой пигменты обычная белая пигменты этот признак очень уменьшилась как вы понимаете вот туда приведена такая схема которая которую придумал известный генетик рой робинсон ну так сказать разные было нужны градации белой пигменты но что собственно говоря происходит как вообще в процессе антогенеза развивается пигментации почему получаются белые пятна ну в общем то говори пигментные центры существует в процессе развития бриона существует некоторое количество так называемых пигментных центров где сначала сконцентрированы клетки образующие пигменты а потом дальше они начинают постепенно распространяться по телу по кожному покрову и в общем то в идеале они попадают во все абсолютные точки кожного покрова но существуют некоторые факторы которые препятствуют распространение этих самых пигментов это большая группа генов таких причем генов непосредственного действия на генах в следующий раз или так называемых генов-модификаторов которые в силу чего-то блокируют поступление пигментов в определенные точки тела ну вы знаете что так среди наиболее чаще всего у собак сплошного окраса оказываются не прокрашенными точки на груди на лапах на кончике хвоста вот эти вот точки называют первичными точками депигментации потому что в них чаще всего пигменты не доходят в процессе брионального развития ну и в общем-то говоря вот это вот мне не прохождение может быть разным мы в конечном счете уже вот мы вот это вот самые разные градации Робинзон предлагает кстати очень удобную схему которая у нас почему-то совершенно не принята а вот это она удобно он предлагает такую вот бальную оценку степени пятнискости вот видите вот от единицы до девяти на оценку нулевую будет иметь собака абсолютно сплотного окраса и оценку десять будет иметь собака затем белая то в принципе на самом деле породы очень было бы удобно говорить что так сказать ну желательная степень пятнискости там допустим 5-7 баллов или желательная степень допустимая степень пятнискости 1-2 ну вот почему-то это у нас не принято ну и вот наконец вот такая вот ситуация когда собака практически белая а остается пигмент практически в тех точках из которых начинается распространение пигментов по корпусу вот эти вот точки называются пигментными центрами и мы видим что чаще всего если у собака полностью белая у нее чаще всего бывает что темная например моноколь или темное ухо или где-то так сказать вот темное пятно основания хвоста чаще всего бывает так но я еще раз говорю что в развитии вот этой белой пятнистости тут играет роль очень много факторов очень много факторов это и гены прямого действия в принципе там выделяют целый ряд этих генов действия массы генов-мазификаторов так называемых то есть в общем признак конечно никак не простой но существует еще в общем-то говоря у нас принято такие такое понятие что если собака значит имеют все-таки темный фон и белые пятна на темном фоне такая собака называется белый вот это сам черно первое будет если собака рыжая с белыми пятнами она будет желтый пиле рыжий пиле и а если уже получают темные пятна на белом фоне такая собака называется пигминской вот эта пигминская собака это будет пигмистое Это пятнадцатая пятнадцатая, а это вот всю собаку пейли. Это вот, так сказать, той равной макулатуре, которая принята в России давно. Теперь вот интересная вещь – краб. Краб, кроме того, что он проявляется обязательно только на белых отметинах, то есть для того, чтобы собака стала крабчатая, даже если она, собственно говоря, сплошь крабчатая, и мы не видели в ее изначально церковных песен, то все равно говорят о том, что все равно она генетически пятнистая. И краб, он начинает распространяться по корпусу постепенно. Щенки рождаются часто практически белыми, ну, с небольшим количеством темных пятн, а потом начинают постепенно прокрашиваться. И вот это вот прокрашивание, оно идет часто уже очень… начинается часто, и не так скоро. Вот, например, вам помертва мать. Видите щенки белые с отдельными черными пятнышками, которые, то есть практически крайняя степень пятнестостей у них, и краб начинает проявляться постепенно. Вот, ищенки постарше, вот уже пятнышки появились. Ну, и вот у щенки более, щенки более старше, вот такие. Интересно, значит, у спаниэли краб, вот смотрите, вот этот самый панель, у него такое впечатление, что лапы сплошь окрашены и коричневые. Но на самом деле вот это сплошное окрашивание лап, оно достигается путем просто сгущения краба. И, в общем-то говоря, такие щенки тоже рождаются часто просто пекими или пятнистыми, и прокрашивание начинается постепенно. И собака, в общем-то говоря, вот особенно вот эти вот лапы, делаются сплошь окрашены, но постепенно. Вот тот же самый панель, тот же вариант, или это хоть, по-моему, это хоть рукой-то, наверное. Тоже, да, даже самое, как она видит, совсем черные лапы, по идее черных лап, что от ребелой пятнестости быть не должно. Ну, это вот вариант тоже совсем сильно затененного, сильно затемненной собаки. Вот разные варианты краба. Значит, ну, в общем-то, как тот, что краб проявляется, имеет возрастное проявление для тех пород, при которых наличие краба на белых пятнах нежелательно, это, конечно, проблема серьезная, потому что, в общем-то говоря, приходится достаточно долго ждать, пока прорезутся краб, чтобы определить, что это собака, насколько она полноценна. Вот, поэтому очень часто, и, ну, например, вот у пуделя, скажем, вот эти пуделя-орликены сейчас, которые есть достаточно моде, у них краб начинает проявляться часто после, например, полугода. И, в общем-то, знаете, очень сложно, конечно, сложно стоит вопрос об обраковке этих щенков. Значит, еще относительно краба, иногда бывает такая картина, иногда бывает нам, иногда у некоторых пород, кажется, у тех, которые, особенно породы для нашего сны, говорят о том, что вот, ну, там, вот у нас щенки рождаются белыми, а потом постепенно темнеют. Ну, вот у нас существует особый ген, который вызывает вот такое вот возрастное потемнение. На самом-то деле никакого гена такого нет, а просто дело в том, что у собаки есть краб, который сначала проявляется только так, и то начинает проявляться постепенно, длинная шерсть, и поэтому, то есть, получается впечатление равномерно перемешанных волос, и собака, выждатель, вылезет север. Вот такая же картина, например, очень... Эта картина проявляется, например, у этих собак, у австралийских хиллеров. Австралийских хиллеров, ну, вот здесь у него есть. Они рождаются, тоже щенки рождаются белыми практически, а потом постепенно они прямо, у них появляется вот этот вот окрас. Но и здесь еще есть один элемент, еще такой фактор, который называется чалость. Чалость – это, наоборот, появление светлых волос на темном фоне. Вот, австралийские хиллеры. Появление светлых волос на темном фоне. Ну, по сути дела, это, в общем-то, с точки зрения генетики пока не совсем понятно, что это на самом-то, потому что очень часто краб появляется, чалость и краб проявляются одновременно, например, у тех же самых спинеэли, у них довольно часто бывает, что на белых пятнах вылезает темный краб, а на темных пятнах вылезает вот эти вот чалости. Но, с другой стороны, чалость иногда проявляется просто на темно окрашенных собаках, и он видит такой сиделый своеобразный. А это вот самые австралийские хиллеры, вот эти же хиллеры. Щенки рождаются практически белыми, и потом постепенно они изъявляются. Ну и, конечно, вот эти вот мраморные окрасы довольно-таки сложно бывает перепутать с мрамором. Довольно легко бывает перепутать с мрамором. Ну вот мраморный окрас. Мраморный окрас, он тоже интересен сам по себе тем, что ген мраморного окраса, так называемый фактор Мерли, он оказывается связан, естественно, с летальностью. В принципе, он относится к категории генов, доминантных, летальных генов доминантного действия. То есть, на самом деле, в гетерозиготном состоянии мраморные собаки, они вполне нормальные, имеют нормальную жизнеспособность, но при вязке двух мраморных собак между собой мы, значит, обнаруживаем, что всегда, во-первых, рождаются щенки другого окраса. Вот, например, классический пример, такое сщепление у дома. Это долги-орлекины. Вот при вязке двух белых домов-орлекинов получаются половины щенков черные, а половина получилась щенков мраморные. То есть такое классическое расщепление один-дононное. И получается такая штука, причем при расщеплении оказывается, что какой-то части просто не хватает. Всегда рождаются щенки другого окраса сплошного, например, или подпалого, которые говорят о том, что собаки где-то разиготные. А с другой стороны, какие-то щенки не рождаются вообще или рождаются просто мертвыми или неженоспособными. Причем щенки такие часто имеют просто белый окрас. Вот эти вот белые щенки, которые рождаются редко, они часто имеют дефекты органов чувств. Они могут иметь недоразвитые глаза. Вот это у меня есть. О, что это такое? Ну ладно, это мы тогда в следующий раз посмотрим. Когда будем говорить уже неподвиженно о генетике. Ну, в общем-то говоря, вот эти вот получаются щенки такие белые, практически неженоспособные. Но, в общем-то говоря, их иногда, если они рождаются, их удается вытянуть с определенными проблемами. Вот. Пожалуйста. Вот такой вот вариант. Вот такая вот шелти. Это, по-моему, видите, у нее практически белая, чуть-чуть темного, разжеденная от двух рамок. У нее явление микрофтайны, то есть глаза, одного глаза нет практически совсем, чуть-чуть зачеркнутся в стаине. Второй глаз, очень тоже маленький, присутствует, причем голубого цвета. Собака глухая и слепая, но вот ее, тем не менее, ее тянут. Эти собаки, когда я ее фотографировала на выставке, ей было года два, и хозяева очень гордились тем, что вот у них такое есть. Ну, конечно, это не выстроится, но вариант, он просто такой, для своего удовольствия. Так что вот этот вот ген-фактор Мерле, который связан с, который вызывает мраморный окрас, он имеет вот такую вот хитрую особенность. Но вот интересно, что вот этот вот окрас белого, дого-арлекена, он обусловлен не одним геном-фактором Мерле, а еще наполнительным геном, который так и называется ген-H или карлики. Но вот тут вот, конечно, бывает легко, достаточно перепутать собак, мраморную собаку, бывает легко перепутать, особенно беломраморную, легко бывает перепутать с собакой просто пятнистой. Ну вот, например, вот этот вот док, вот этот док с пятнами. Он просто с пятнами, хотя, в общем-то говоря, его, он, в принципе, используется в разведении мраморных собак, но на самом деле эта собака просто, в общем-то говоря, генетически, просто генетически пятнистая. И это надо, конечно, иметь в виду. Теперь относительно мраморных, ну, мраморный окрас, вот он такой может быть разный. Это вот, пожалуйста, такая собака, с отдельной, серо-мраморной собакой, отдельные чёрные пятна. Причём интересно, что с возрастом такой окрас, он имеет тенденцию темнеть и сливаться. Вот, например, и поэтому это может приводить часто к неправильной идентификации окраса. Вот, например, у такс такое бывает, что щенки мраморных, чёрно-мраморных такс рождаются, они практически, значит, такими, вот, примерно такими, а потом постепенно у них чёрные пятна сливаются, и, в общем-то говоря, остатки белых этих самых пятен мрамора остаются где-то, может, где-то остаться в очень таком незаметном состоянии. Потом эта собака генетически идентифицируется как подпалая, а потом, когда дети рождутся, начинают от неё мраморные щенки, совершенно непонятно, откуда, и приходится искать хитроотцов. Вот, пожалуйста, например, такой, это мусерон, у которого вот такая вот мраморность носит, характер пикницкий. А может быть, причём ещё тут много пятен, а может быть, этих пятен быть совсем чудно, например, вот такая вот продвись на боку, и, в общем, совершенно не факт, что это признак мрамора, а может быть, это была просто травма какая-то, например. Ну, в общем. Так что, собственно говоря, распределение окрасов, оно, в общем-то говоря, такое. Теперь, что касается таких вещей, как вообще, это самое, как разные белые окрасы и разные виды альбинизма. Ну, собственно говоря, есть такая тенденция, что вообще считать любой белый окрас альбинизмом. И вплоть до того, что даже, например, вводят такой понятие как сезонный альбинизм, то есть, это вот зимнее побеление, например, зайцев или песцов, тоже рассматривают как такой сезонный альбинизм. Иногда в качестве альбинизма рассматривают просто вообще любую белую пигнистость, но все-таки это, в общем-то говоря, не очень хорошо, но на самом деле не совсем правильно. Я из точки зрения, но так как-то вот у вас общеприняй принято считать, что все-таки альбинос это животное, у которого пигменно-пигменты отсутствуют вообще. То есть, обычно альбиносы мы альбиносами считаем белых, ну, например, белых мышей, белых кроликов, белых крыс, то есть, когда животное просто полностью белое, с красными глазами, то есть, пигменты отсутствуют вообще. Но при этом оказывается, что вот таких вот альбинизм, тоже вот, с нарушением пигментации полных, их тоже, на самом деле, большая группа. Причем, есть альбиносы, которые, в общем-то говоря, вполне жизнеспособны и могут и слышать и безыкновок, как белые, скажем, мыши или крысы, например, есть, а бывают альбиносы с субтитрами. Ну, например, у собак описана такая вещь, что он голубоглазый альбинизм, голубоглазый альбинизм, он описан был для бультерьеров и еще, по-моему, для Борзоева, когда-то изгледали. Значит, вот этот вот альбинизм, он, эти собаки имеют голубые глаза и подобно тому, что, подобно тому, как, значит, не знаете, как стоит дело у белых кошек, голубоглазых, эти собаки имеют дефекты органа слуха и они глухие обычно. Белые, голубоглазые, вот это вот голубоглазый альбинизм, он сопровождается и глухотой. Теперь, вот не так давно появилась такая целая группа доберманов, у доберманов обнаружена вот такая вот мутация альбинизма, это другое, альбинизм, это не вот эта, не та мутация, которая вызывает голубоглазый альбинизм в другом в интерьерах. Эти собаки такие, они либо светло-палевые, либо они просто такие-то какие-то грязно-желтые, у них розовые носы, глаза или розовые, или голубоватые, но в общем факт то, что эти собаки тоже они очень, на самом деле, не тащатся с собой целую кучу разных дефектов, тащатся с собой они там или нарушения органов чувств, они, в общем-то говоря, имеют всякие поведенческие нарушения, но и в принципе они, конечно, считаются племенным браком и так же не относятся к злодопустимых, но тем не менее в Америке есть энтузиасты, которые имеют целые питомники вот этих вот берут губерманов, и они вот этот вот альбинизм называется особым герном. Вот это вот, например, вам собака, вот это вот другой сюжет, это док, белый док, вот этот вот гомозиготный док по фактору Мерля, он, в общем-то говоря, тоже, вы видите, что тоже голубоватые глаза, розовый нос, но, в общем-то говоря, вот эти вот дуги, они при определенных условиях в общем-то вырастают и оказывают вполне себе жизнеспособными. В чем тут еще существует один интересный довольно момент, что вот в последнее время мы видим повышенную выживаемость явно вот этих вот белых собак, рожденных от мамы. с чем это связано? Скажите, довольно сложно, но очень возможно с каким-то особенностями кормления, например. Так в свое время было показано вообще вот эти вот мутации такого типа, которые вызывают какие-то нарушения мутации у гетерозиготных животных, и при этом, а при этом, что у них оказываются летальными вовозеготок по этим генам, подобно тому, что мы видим при факторе Мерли, есть и у других животных. У лисиц, например, описана такая мутация, значит, беломордость, белая лисица, обычно это серебрист, черная лисица, у которых очень такой характерный рисунок. белая проточена на морде, белый ошейник, половина белого хвоста и на них белые лапы. Очень такой типичный рисунок, причем есть такой тип беломордой лисица, есть такая платиновая лисица, тоже с таким же белым рисунком, но при этом еще при гусонной лисокраске. Оказывается, что вот эти вот лисицы, они при склещивании между собой тоже оказывается, что они гетерозиготные все, но при определенных условиях у меня от них могут рождаться белые лисята. Белые, чисто белые, голубоглазые лисята, но оказывается, что для выживаемости вот этих вот лисят, это было изучено в свое время в Новосибирском институте академии, сибирского отделения академии наук и генетики, там, было похоже, если просто лисицы выращивать беременных самок, если их содержать в условиях повышенной освещенности и вводить какие-то, ну, какую-то небольшую витаминную подкормку, то они рождают вполне, рожают вполне жизнеспособных белых лисят. Причем, такие десятки были получены и приспещиваны между собой просто и внутри белых, и внутри голомордых и платины были получены и приспещиваны между собой. То есть, вот такая вот вещь, как просто повышенная освещенность, она может вызывать, способствовать нормальному развитию этих эмбрионов. Вполне возможно, что вот, то есть ситуация, которую мы сейчас вот видим с выживанием этих белых домов, оказывает вполне возможно, что имеет место какой-то вот подобный партнер. Поскольку у нас все-таки собаки живут, естественно, в усилии условиях кузинной освещенности, поскольку дополнительное освещение квартир, то вполне возможно, что это так. Ну, это, я так петь, просто мое предположение, но хотя, в общем, просто кто-то сталкивается действительно с повышенной выживаемостью этих особей. То же самое оказывает, что довольно много выживает, например, у австралийских овчанок тоже в военных мерах. Так что, с чем это связано, можно сказать, трудно, но здесь, конечно, какие-то, видимо, внутрепородные качества тоже играют роль. Ну, и иногда тренируются абсолютно полные альбиносы. Значит, теперь еще можно вот еще на чем остановиться, тоже это имеет непосредственное отношение к окрасам, это цвет глаз. Цвет глаз собак, он тоже зависит от тех же самых генов окраски. вообще глаза нормальные, нормальные глаза, значит, собак это вариант корей глаза, более темные, более светлые глаза, желтые. Но интенсивность окраса зависит в большой степени от генов. Ну, например, известно, что собаки коричневые, у них обычно всегда глаза тоже бывают либо желтые, либо в том окраса. собаки черные, темно окрашенные, либо темно окрашенные, карие глаза, либо, опять же, глаза желтые, ну, так, то есть, контраст недостаточно. У белых собак тоже глаза бывают очень часто, они бывают очень часто очень насыщенные. И, наконец, интересная еще особенность, это голубые глаза у собак. Голубые глаза, ну, такие, тот голубый глаз, который мы видим, например, у хазок, и у, ну, иногда у собак мраморных окрасок. У собак мраморных окрасок, причем у собак, иногда мы наблюдаем разноглазие, то есть, один глаз может быть голубым, другой глаз может иметь нормальный окрасок. Вот такая вот вещь, как оказывается, что, в общем-то, вот это вот голубоглазки, это тоже называет несколько пар, генов явно разных, то есть, у хазок, это, значит, одна группа генов, при этом иногда там отмечается такой момент, что могут быть глаза и носить доминантный рецессивный характер, и, наконец, бывает такая вещь, как гетерохромия сетчатки, это вот то, что называется равноглазие, или когда глаз оказывается частично, частично голубой и с какими-то отдельными секторами, например, карио, включение карио-класса. Такие собаки часто встречаются с этим рамом, но это совершенно не является обязательным следствием рамомного окраса. Ну, просто, так сказать, получается, что, поскольку для мраморного окраса такие глаза являются более допустимыми, если у собак нормальных окрасов, такие глаза разноглазия недопустимы, если глаза с каким-то сектором, в общем, это все не это все считается браком, то для мраморных собак все это допускается, поэтому частота встречаемости вот таких вот глаз среди собак мраморных окрасов выше, чем частота встречаемости, чем то, что мы видим у собак нормальных окрасов. Но иногда мы сталкиваемся с тем, что вдруг рождаются голубоглазые собаки с нормальными, с глазами совершенно нормальными голубыми, вполне зрячими, вдруг рождаются например шинки у родвыгодов. Вот такие шинки рождаются тоже у бульдонов. И вот это видимо какая-то еще дополнительная мутация, так как она явно рецессивна, и в общем-то говоря дальше встречание этой собак между собой оно тоже в общем-то говоря совершенно необязательно приводит к рождению голубых глаз. То есть это в общем-то какие-то факторы, которые могут иметь какое-то такое сложное сочетанное наследование. Так что тут далеко не все так просто. И мы относительно... Да. Ой, 37. Тут нас гость едет. Ладно. В общем-то по сути дела оказывается, что с наблюдением цвета глаз дело... Хотя описаны гены определенные описаны определенные гены давно, но в общем-то мы можем говорить пока только о некоторой тенденции, но никак не о такой четкой картине какого-то характера наследования. То есть в общем-то говоря, это все факторы связанные с окраской, это факторы связанные с пигментацией. И потом еще один интересный момент это связь белой педнистости и глухоты. потому что тоже в общем-то говорили вещь, которая периодически наблюдается у собак. У собак я уже говорила про это голубоглаза и альбинизм, это вещь особая, но глухота наблюдается иногда у собак ну например у долматинов. Отмечается глухота периодически отмечается глухота довольно так часто отмечается глухота например у белых боксеров. Белые боксеры это по сути дело боксеров крайней степени педнистости с очень большой протяженностью белого. Но в общем-то говоря у таких собак связывает это с тем что при такой я уже говорила такое постепенное поступление пигментов поступление постепенное поступление пигментов в шерстный покров в антигенезе но бывает так что иногда если оказывается белые не поступают пигменты волосы и покрова головы то иногда они не поступают и глубже то есть не поступают они в частности например в корте и корден которые отвечают за слух если там корте и корден в котором центральный орган слуха он задерживается пигменты если пигменты не попадают тогда животные оказываются глухи и в общем то возможно что есть такая гипотеза что когда не прокрашивается голова у собаки то возможно такие варианты с другой стороны по тем же самым белым боксерам есть и ряд сторонников которые утверждают что степень глухоты у боксеров белых у них в общем она ничуть не выше чем у боксеров нормального окраса просто так сказать на темное внимание не обращают а здесь скажут что-то связать одно с другим вполне возможно что и так но в общем говоря конечно здесь с окраской связано много всяких моментов ну например тоже существует еще такая вещь как связь тоже существует достаточно много взглядов и существует в каких-то ситуациях существует определенная связь между ослабленными окрасами и снижением общей жизнеспособности и с нарушением кожных покровов ну например показано что вот голубые дуберманы то есть дуберманы ослабленных окрасов тогда ослабление врожденное ослабление окрасов сочетается еще и с подпалом то вот у таких дуберменов отмечается у голубых дуберменов довольно часто отмечается такая вещь как колопеция то есть нарушение состояния кожного покрова экземы в общем такая собака с возрастом вся оказывается как бы как подетая мольга и вся в экземе что это связано вот с самым таким сетисокетным действием вот этих вот генов и с другой стороны еще есть дуберманы которые дуберманы типа изабелла то есть когда это черно-коричневый подпалый дуберман с веном врожденного ослабления окраса что вот эти вот собаки вообще оказываются маловызнеспособными и в общем практически они живут очень недолго и разводить их в чистом виде оказывается абсолютно невозможно это с одной стороны а с другой стороны например точно такие собаки скажем в карликовых пинчерах или в тойтерьерах или у чихуахуа в общем-то говоря оказываются вполне жизнеспособными так что здесь и вполне возможно что вот эти вот аномалии дагерманов они связаны еще и с тем что у дагерманов как известно существуют очень неприятные наследственные штуки это так ивич как золотационная кардиомнеопатия которая называет аномалией железной аномалией сердце и внезапную гибель в разном возрасте то есть в принципе здесь поскольку это может быть связано все с нарушением вообще срединикной ткани но поскольку и сердце срединикной ткани кожные покровы срединикной ткани то вполне возможно что у дагерманов это проявляется сильнее просто за счет вот этих самых таких-каких аномалий связанных срединикной ткани вполне возможно что и так но это в общем-то бывает из другой стариф существует еще и версия о том что существуют разные гены враждебного ослабления которые одни из которых связаны с этой самой аллоперцией другие так что в общем здесь я говорю что на самом деле мы гораздо больше всяких таких вещей не знаем чем знаем но во всем случае факту что конечно ведь такая вещь как окрас собаки это вещь конечно очень серьезная в общем-то говоря потому что все-таки в каждой породе существует определенный спектр окрасов и когда у нас породы неожиданно начинают появляться собаки другого окраса это в общем конечно говорится явно о все-таки каком-то приведении со стороны цены причем иногда говорят так что конечно вдруг иногда выщипление каких-то рецессивных форм из в целом доминантных собак непонятно что например когда у черных терьеров когда черный терьерер был построен амитизацией целого ряда пород в том числе и подпалок например периодически вылезает вылезает в гену подпалок и сейчас ничего удивительного нет но когда вдруг в породе начинает все резко но это все носит в денежный характер когда вдруг начинает появляться таких признаков значительно больше или когда начинает вылезать вдруг вообще нетипичные для породы окрасы то это конечно часто чаще всего говорит о заносе по стороне крови если в каких породах это в чем спрещивание участка фенотипически похожих пород внешне в общем-то говори метисы могут выразить практически неотличенно от собаки по росту например представьте себе метисы нефомленда и кавказская овчарка в свое время были получены московские водолазы но фенотипически они в общем все-таки нужны большим специалистам чтобы уметь ответить что эти собаки метисов нормальных нет а просто массовые эксперты лоу-раунда бинги я вас уверяю он вряд ли это сможет сделать ну или например вот скажем если ближе к охотникам то откуда например появились у вас черные курцхары когда вообще это порода коричневая коричневая окраска является рецессивным по отношению к черному вдруг появились черно-крапческие курцхары и гран-хары откуда естественно что это все появилось только благодаря заносу какой-то парламитизации с кем-то другим с контером например или с кем-то еще ясно но постепенно когда так право это все делается путем так сказать морного плечевания потом идет уход у породы в ускорную то в конце концов постепенно какие-то экстерьерные признаки другой породы постепенно нивелируются а окрас остается и как к этому относиться сейчас это вообще вопрос на самом деле такой достаточно словно с одной стороны вроде как это нехорошо с другой стороны по-разному не отмечены по экстерьеру сапог пород заниматься выбором отрицания принимать духовно как должное понимать как должное и как должное это вопрос сейчас такой очень спорный очень сложный и в разных породах потом подходит по-разному а поскольку у нас все эти проблемы решает национальный круг страна держаться стандарт поэтому конечно церватизм ну ладно в следующий раз мы с вами тогда уже будем более конкретно говорить о генетике окрасов о генетике окрасов то есть тогда я вам буду показывать конкретно заниматься разбором отдельных генов на самом деле генетика окрас это удобная вещь потому что во-первых он не разу изучен во-вторых на основе генетики окрасов можно дополнительно так сказать еще рассматриваем какие-то еще генетические понятия которые здесь больше чем ну и в общем это вообще как это интересно спасибо спасибо